Сидел Алексей Булгаков, думал, как выйти из сложившейся ситуации, потому что сами смотрели ролик мой про него, и где я сказал все подробно, выложил переписку, рассказал о том, что Алексей меня кинул, почему я это кинул, в общем, все досконально рассказал. Алексей сидел и думал, как выйти из сложившейся ситуации. Хотел меня просто заблокировать он, и думал, что все это рассосется. Я выложил ролик, соответственно, люди к нему с негодованием пришли, начали ему писать. Алексей думает, блин, что же делать? И как бы извиняться неохота, ну что там, какой-то менее известный человек, я буду перед ним там унижаться, что-то извиняться, я же Булгаков, я же уже сто тысяч лет на сцене. И сидел и думал, думал, что же, что же, что же делать? И тут неожиданно свет в конце тоннеля-то замаячил. Пришел человек со стороны и сказал ему, Алексей, ты че паришься? Приходи ко мне на канал, сейчас мы быстренько его вместе с тобой польем помоями, и все будет прекрасно. Канал этот Жерновкова, вокалиста группы Булгаков, уже был у него на интервью, собственно говоря, на этом маленьком канале у него. И снова, вот сейчас он пришел, и вместо того, чтобы извиняться передо мной и как бы ситуацию загладить, я говорил в своем ролике, что либо пусть деньги возвращает, либо извиняется, и мы дописываем то, что он должен был записать. Вместо этого Булгаков решил, что самое крутое сделать вот это, послушать наущение морального урода. Моральный урод это Жерновков, в конце этого видео я объясню, почему он моральный урод. Сейчас мы переходим к Булгакову. Булгаков записал мне ответку, где ответил на мои как бы претензии в плане нашего сотрудничества, и, собственно говоря, вы сейчас посмотрите, что это из себя представляет. Вот это его ответка мне. Че так? Не, а я такой, ему там говорят. Не, а он мне там, у него там холоп встает даже, да, иногда там. Я вот слушаю, слушаю. Вот буквально самое начало уже этого представления, и мы понимаем, что мы окунаемся в типичный мир Жерновкова, который, собственно говоря, Булгакову показал вот этот выход из сложившейся ситуации. Вот этот грязный, грязную обосранную трубу, по которой нужно проползти, и там будет свобода, там будет все хорошо, там будет птички петь, и лужок с травкой, единороги будут бегать. Самое главное по этой трубе проползти, и Булгаков, наверное, подумал, что-то как-то, ну, раз человек говорит, значит, можно скатить эту ситуацию вот так вот. Не по-мужски, извинившись, признав свои ошибки, и повиниться перед человеком, перед которым ты виноват, не знаю, почему Булгаков так поступил, для меня до сих пор это непонятно. Но он выбрал вот этот вот путь, который мы видим, хохолок, там у петуха поднялся, да, и вот это вот все. Все, что у нас любит господин Жерновков в мой адрес употреблять. Ну, до Жерновкова мы пройдемся в конце этого ролика, я уж так и быть уделю ему немножечко времени, сейчас по Булгакову. Думаю, ну, а что ты хочешь, вот, вот конкретно, вот, конкретизируй, блин, рациональное зерно. Конкретизируй рациональное зерно, ну, это, я получаюсь, это такие, начало, нарезка, чтобы завлечь зрителя. Жерновков вырезал самые смаковые моменты такие, да, которые могут зрителя сразу привлечь, оставить его, просматривать ролик до конца. Уже понятно, в каком ключе пойдет ответка Булгакова мне, да, все вы видите, насколько этот человек дорожит своей репутацией, своим именем. Вот это будет вот так. И сегодня мы поговорим о ситуации, которая сложилась вокруг моего имени в связи со скандалом с неким товарищем по кличке Сокол. Старая добрая перебивка с петухами, понятно. О ситуации неким, вот, понимаете, человек уже начинает, он не просто как бы с холодным рассудочным обсуждением начинает что-то вам объяснять. Нет, с неким Соколом, сразу вот это вот, знаете, чтобы зрителю, зритель сразу понял, вот, нужно пренебрежительно сказать, какой-то там, вот, не просто мы обсуждаем ситуацию, кто что сделал, кто что не сделал, почему это произошло, там, ну, там, типа, человек начинает объяснять, что случилось, да. Он сразу начинает к вам вот говорить. Вы все понимаете, здесь сидят серьезные люди, а там вот какой-то некий Сокол. Ну, вот, и сразу заставочка с петухом. Ну, это типичная Жирновсковская, это не Булгаков сам ставил. Итак, давайте я вам расскажу свою версию. Вот, это самое интересное, вот с этого нужно было начинать без всяких этих каких-то, а просто сейчас вам скажу свою версию. Хотя, какая версия может быть, если я всю переписку опубликовал? Что там может быть за кадром? Что Булгакова заставило так поступить? Ну, давайте слушать. Итак, где-то примерно год назад данный человек обратился ко мне с просьбой принять участие в его проекте, в музыкальном проекте. Там надо было спеть, как он сказал, в трех песнях по несколько строчек, значит. Вот, уговор был такой, что... В нескольких песен, по нескольку строчек, вы сами видели переписку, что никаких не было договоренностей изначально по строчкам. Это я потом уже, как я уже в своем ролике про него говорил, просто чтобы Булгакову немножко сахарку подать, что там не так-то много работы. Что есть, это не полноценные три песни от звонка до звонка про петы. Это песни, в которых будут еще другие присутствующие вокалисты, ну, присутствовать другие вокалисты будут. Соответственно, у тебя, Алексей, будет меньше работы. Он сейчас начинает какие-то строчки опять приплетать. Странно. Да, мы обговорили гонорар. И уговор был, что студию, значит, оплачивает он. Да, вопросов нет. Студию оплачиваю я. Так и было, все. Вот. На оплату студии мне было выделено 3000. На оплату студии тебе было выделено 3000. Как бы, сколько ты запросил, столько я тебе и дал. Впоследствии до, на запись третьей песни, я еще говорил тебе, переведу сейчас за студию. Это все в переписке есть, вы все видели. Зачем она об этом говорит сейчас? Ну, что здесь я хочу заострить внимание. Мною спето было на тот момент. Спето, да, переговоры были год назад. В итоге все случилось где-то летом. То есть, ну, сама запись произошла. Где-то в конце июля, в начале августа. Ну, в общем, я каких-то подробностей я уже не помню. Поскольку я не застрял на этом внимании. А, вот в чем причина. Самое главное, что он подробно не застрял на этом внимании. Поэтому он себе что-то там сам надумал. И, соответственно, я не знаю, что даже. Я не знаю, что. В смысле внимания не застрял у тебя. Сотрудничество с человеком происходит. Тебе человек платит деньги. Мы обговорили, что нужно сделать. Если ты что-то забыл, ты просто берешь мышку. Мышку, отматываешь нашу переписку в ВКонтакте. И читаешь, о чем мы там договорились. Если ты не можешь запомнить, Алексей. По-моему, эти вещи объяснять, ну, я не знаю, для чего нужно. Вот, я записал две песни. Ему что-то не нравилось. Я переписывал еще, значит, еще одну песню полностью. Он потом ее выкладывал где-то в интернете. То есть она где-то в ВКонтакте, я уже не помню. Да зачем эти все слова, Алексей? Какой-то сокол, где-то в интернете, блин. Релиз на всех цифровых площадках произошел. Я вокалист хэви-метал группы ВКонт, видеоблогер. Зачем вот эти вот уничижительные какой-то, где-то там вот. Блин, а? Плюсом опять вот начинается. Я песню какую-то почти там переписывал. И что? Ты записал не так, как мне нужно было. Я попросил переписать. Так все вокалисты делают. Вопросов нет. Беркута у меня две грозы три раза перепитывал. Две грозы два переписывал три раза он практически. Потому что, ну, прям не все от корки до корки. Ну, там большими кусками просто. И очень много там этих кусков больших было. И по нескольку раз он это переписывал. Но ничего, просто пока заказчику не понравится. Какие проблемы? Зачем это упоминать? Это обычные рабочие моменты. Была выложена. Вот. И я доплачивал свои деньги, потому что в Москве за три тысячи вы не запишите две песни, вокал двух песен, ну, никаким образом. То есть, если это не... Ох, вот какой сокол-то плохой, оказывается. Ммм, раскрываются интересные факты, друзья мои. Оказывается, на запись песен злой, плохой, негодяй сокол выложил тебе всего лишь три тысячи, а на эту сумму никак не записать две песни, а уж тем более три. Алексей, у нас же есть переписка. Ты для чего вот это делаешь? То есть, ну, просто зачем? Я еще раз повторяю, Алексей, если бы у нас был с тобой разговор по телефону, ты бы мог сейчас что-то свистеть, тут сидеть в микрофон, придумывать. Но у нас же есть переписка, которую можно посмотреть. Сколько ты мне запросил на запись дать на первых двух песен, на запись, ты мне попросил три тысячи, я тебе выслал три тысячи. Собственно говоря, это три часа времени на студии. Если тебе не хватило, ну, хорошо, напиши мне. У меня там не хватило времени записать это. Вышли мне еще, пожалуйста, на студию. То есть, если мы изначально, как ты сам говоришь, обговорили, что за студию плачу я, ну, я не отказывался за студию платить. Где? В нашей переписке. Найди. Это все файлы можно поднять сейчас вот этим устройством, где пальчиком прокручивается мышь, когда открывается наша переписка. И там можно наверх в сообщение попасть, где мы выше с тобой общались. И там можно найти по нужному времени нашу переписочку с тобой и посмотреть, кто что и кому говорил. Ты мне запросил три тысячи, я тебе дал три тысячи. Если бы что-то было нужно, еще бы доплатить, я бы тебя еще бы перевел, чтобы дописать. Но самое-то главное, Алексей мне ничего не сказал, что ему нужно что-то дозаписывать. Ничего мне об этом сказано не было. Сейчас он сидит и перед микрофоном пытается, пытаясь оправдаться, говорит, вот, мне всего лишь три тысячи выделил сокол на запись, а я не успел все записать за это время. Поэтому пришлось мне из своего кармана доплачивать. И это как бы должно являться для, ну я не знаю, на кого это рассчитано, на людей, которые с проблемой с мысленной активностью. На кого это рассчитано, Алексей? То есть тебя это должно как-то выгородить, то, что ты мне не сказал, что тебе нужно доплатить за студийное время. Я нигде не отказывался за студийное время платить. Алексей, зачем ты это все сейчас говоришь? Это просто ужасно странно смотреть. Домашняя студия, то есть нормальная студия, рассчитанная на живые барабаны, там, как бы на игру группы, то есть как бы живьем, да. Обычно мы свои песни записываем, сразу играем живьем, там, потом накладываем вокал, накладываем соло, там. В общем, хорошая студия. Вот, три тысячи, две песни прописать нереально за три тысячи. Вот, для тех, кто не знает, я объясню, как это работает. Когда вы приходите на студию писать песню, вы себе берете какое-то энное количество часов. Допустим, я беру себе два часа. Но два часа, это, скажем так, условно, понимаете? То есть это не точно, что я за два часа пропишу песни. Я не понимаю, зачем он это говорит. Я сейчас вам объясню, как это работает. Значит, на студию вы приходите и платите деньги за час времени. Если вам нужно больше часа времени, вы берете два часа времени или три часа времени берете себе. Ну, вот так это работает. Люди такие сидят, сейчас я просто представляю своих зрителей, они такие сидят, типа, никто этого не знал, что на студиях за час деньги платят, и вот так это работает. Вот, как правило, пишется песня, потом отдыхается или разбирается работа над ошибками. То есть ты, допустим, спел песню и уже как-то ее подчищаешь, смотришь то, что тебе нравится, то, что тебе не нравится. Но все это очень условно, так как это может затянуться. То есть песня, ну, просто, может, не нравится, ты ее можешь перепевать и два, и три раза, и на следующий день, там, смотря, как пойдет фишка. То есть каждая песня, в общем, она пишется индивидуально. Ну, я согласен, все это так и есть, да, так это и делается. Какая-то песня пишется быстро, какая-то медленно. Для чего это Алексей проговаривает? Банальные вещи, которые все знают, то есть как это относится к нашему делу, я не понимаю немножко пока сейчас. То есть для чего он это говорит? То есть это могло бы быть фактором для того, чтобы, ну, сидеть, отмазываться перед микрофоном, да? Типа, вот я это все Соколу говорил, говорил, а он все равно такой, нет, вот три тысячи, обосрись, Алексеюшка. Но запиши мне за три тысячи все мои три песни, и я ничего не знаю. Как хочешь, так и действуй. Вот если в таком ключе бы ситуация рассматривалась, тогда бы да, все эти объяснения его, он бы сейчас говорил, ну, как я запишу за эти короткий промежуток времени три песни, ну, как я это сделаю? Вот, и он сидит, объясняет, почему, почему песня пишется долго, это было все понятно. Когда человек говорит, мне на запись нужно три тысячи, плюсом к гонорару, я такой, не вопрос, просто высылаю и все, то есть, ну, вообще не вопрос. Надо еще, надо запись, пожалуйста, Алексей, напиши мне, скажи об этом, я мысли читать на расстоянии не умею. Да и рядом в комнате, находясь с человеком, тоже у меня такой способности не имеется. Человек сидит, это поливает так, как будто я ему отказался платить за студийное время. То есть, ну, на кого это рассчитано, Алексей, я не знаю. Мне кажется, люди у нас не такие глупые, как ты их считаешь, ну, каковыми ты их считаешь, поэтому, ну, очень странно. Песни угадаешь. Значит, я записал две песни, о чем он, собственно, вам все рассказал в своем стриме, значит, и... Не в стриме, а в ролике просто. В стриме это не было, это просто было видео на канале. И все это дело отложилось на семь месяцев. То есть, я его не видел и не слышал, и ничего от него не приходило мне в контакт с личикой где-то месяцев семь. Не семь, а полгода, но, опять же, у меня есть переписка, которую я транслировал вам в прошлом ролике про Булгакова, в котором я его спрашивал, вам нужно... Я еще тогда на ты с ним не общался, на вы общался еще. Говорю, вам нужно все три песни сразу или можно частично высылать? Он мне написал частично. Ну, я вышел частично, не стал ждать, когда все три песни у нас подготовятся. Никаких сроков не обговаривалось. Зачем он это сейчас говорит? Типа, вот, семь месяцев он от меня, и потом появился. Типа, у меня уже... Типа, дела появились другие за это время. Но, опять же, Алексей берется вот это устройство. Вот этим пальцем обычно это делается. Колесико проворачивается и читается наша переписка. Если ты что-то забыл... Вот. Потом он, значит, нарисовался. И, собственно говоря, давайте вот это вот обсудим, значит, третья песня. Да, наконец-то мы добрались после всей этой дебри, бессмысленной, ненужной информации, которую Алексей Булгаков нам здесь выдает для чего-то, в качестве своих оправданий каких-то. То есть, встал, скажем так, затык на третьей песне. Где-то в начале марта он снова появился, сказал, что надо писать третью песню. В общем, а у меня тогда начались... Не в марте, а в феврале, ну ладно, не суть. Проблемы лично бытового характера. Ну, то есть, так совпало. Ну, такова жизнь. Вот. И мне как-то было не до музыки, не до репетиции даже. Я помню, даже мы собирались. Ну, такое нервное состояние было. Мы с ребятами собирались. В общем, я помню, что даже мне петь тяжело было. То есть, ну, такой период у меня в лично бытовой жизни не очень хороший был. А этот гад-то сокол со своей третьей песней лез ко мне. Лез и лез. А у меня тяжелое состояние бытовое было. Даже петь не очень. В общем, понятно, к чему сейчас ведет Алексей. Единственное, что он мог здесь прицепиться. Но опять же, я это все в своем ролике про него объяснял и рассказывал. Я говорил, еще раз проговариваю, что я все понимаю. У человека в жизни может случиться всякое различное дерьмо. И вплоть до того, что там даже кто-то из родственников умер. Да, даже иногда у человека собака умирает. У него такая печаль и трагичность, что он вообще ничего не может делать. Не то, что петь, а просто даже говорить нормально. Там сидит, плачет. То есть, это все я понимаю. Но при всем при этом у тебя есть деловые отношения с человеком. Берешь вот это устройство, которое называется клавиатура. Берешь вот это устройство, которое называется мышка. И посредством этих чеснических приспособ ты пишешь человеку. Сокол, прости. У меня сейчас ужасные бытовые проблемы накинулись. Я прям не могу петь. Ничего не могу пока делать. А сейчас в данный момент, извиняюсь, но не могу записать ничего. Нужно подождать какое-то время. И потом, когда все это уляжется, я доделаю. Вот адекватный ответ, который бы решил все проблемы. Но сами вы знаете, я выкладывал переписку. Булгаков поступил не так. Он сказал, дальше без меня. Все. Когда я пытался что-то выяснять, человек меня забанил. Просто. Ну, вот, собственно говоря. Самая главная точка преткновения. Затык на третьей песне, как сказал Булгаков. Это как раз то, что вот у него какие-то бытовые проблемы начались. Точно так же, как со студийным временем. Он ничего мне не написал. Сейчас вещает у аудитории о том, что Сокол мне выдал всего лишь 3000 на запись. А за это время нельзя записать. Точно так же он сейчас вещает по поводу третьей песни. Вот у меня такие проблемы начались. Я даже петь не мог. Нормальное настроение. Ничего не было. А он со своей этой песней лезет. Так напиши, Алексей. Алеша стоит над горою. Напиши об этом человеку, с которым у тебя деловые отношения идут в данный момент. Как он может понять? Ты не сказал мне, что будешь или не будешь доделывать. Да? Ты совершенно четко сказал. Дальше без меня. Прямым текстом говорит. Дальше без меня. Я записал вот эти две песни. Дальше без меня. То есть человек говорит, что дальше не будет писать третью песню. И получилось так, что вот мои с ним переговоры, да, как раз пришлись на этот период. Вот. И он мне, в общем, когда, когда, когда ты пойдешь, там, когда, я говорю, не могу. Но дело в том, что все это надо планировать заранее. Поскольку студия тоже занята. На студии там тоже могут быть какие-то... Серьезно. То есть сейчас мы будем говорить о том, что у студии не всегда есть время, чтобы вот так резко пойти и начать записывать. Да кто говорит о резкости? Кто говорит о резкости? Если бы ты меня не забанил, Алексей, то я тебе об этом и писал, собственно говоря, и в ролике в своем об этом говорил. Скажи мне, что у тебя проблемы начались, и ты запишешь это позже. И все, я буду сидеть спокойно и ждать. Я же не моральный урод. Я все понимаю. Дерьмо случается. Правда, непонятно, что он не говорит, что за дерьмо. То есть это тоже может свистение по ушам выдаться. Потому что человек, ну, если ты уж оправдываешься, да, за свои злодеяния какие-то, то приводи конкретные примеры. Что могло в жизни твоей случиться такого? Ну, вот такая ситуация произошла. На тебя сейчас все смотрят через призму под лица, Алексей. Потому что твой подлый поступок, он прям наглядно стоит, неприкрытый, торчит. Когда ты сидишь и пытаешься свое доброе имя оправдать, ты должен какой-то веский довод предоставить, почему ты так поступил. Иначе все продолжат тебя считать вот этим подлецом, который просто из-за какого-то бзика кидает человека, ничего человеку не объясняя. Но вот Алексей вот такие доводы приводит. Какие-то свои проекты, и все это надо обговаривать. Я не знал, что ему сказать. Я так и говорил, я не знаю, когда я пойду. То есть не знаю, но... Это абсолютная ложь и вранье. Я, говорит, не знаю, когда я пойду. Это абсолютная наглая ложь, которую Булгаков... Я не знаю, почему он это делает. Ну, Алексей, есть переписка. Помните про устройство с механизмом прокрутки? Им можно воспользоваться. Посмотрите мой ролик еще раз, где я выложил всю переписку специально. И о том, что Алексей говорил, что запишет, пока не может, но как он сейчас говорит, но запишет в будущем, такого не было сказано. Я понимаю, Алексей, что хочется как-то выкрутиться, выставить себя в хорошем свете. Но переписка есть фактическое доказательство твоей, ну, какой-то невменяемости в данной ситуации. Может быть, в других ситуациях ты ведешься нормально, и только здесь у тебя какой-то параллель сознания произошел. Но ты сейчас нагло врешь. Если бы я знал, что ты согласен в будущем дописать третью песню, никаких бы вопросов. Я сказал, все хорошо, вошел в ситуацию, работаем дальше, ждем. Чувак, походу, такой упертый, блин, очень сложно там переубедить его в чем-то. В общем, он продолжал. Меня ни в чем не переубеждал Алексей, он даже не начинал меня в чем-то убеждать. Он просто говорит, что дальше без меня. Ну, переписка же есть, ну, он либо просто не помнит то, о чем мы общались. Я не знаю, как это просто, ну, как это объяснить, у меня, у меня слов нет просто. Я не знаю, что сказать. Есть переписка, вот, пожалуйста, смотрите, ну, в прошлом ролике про Булгакова я все выложил. Ну, это очень странно, дико, нелепо. У меня долбать, долбать в личку, в общем, я сказал, все, я писать не буду. В общем, я погорячился, как бы, да, все, третья песня, ну, нафиг, блин, в общем, пишите без меня. То есть, в ситуации Алексея все происходит так, что я Соколу сказал, что сейчас не могу, но в будущем запишу, но не знаю, когда запишу. А Сокол говорит, нет, нет, давай сейчас, когда пойдешь, когда пойдешь. И тут терпение этого Алексея и лопнуло, и все, он меня забанил. Вот, оказывается, как со стороны Алексея все это выглядит. Я не знаю, сколько это Алексей придумывал, это очень странно все. Это очень нелепо все выглядит. Это не объяснение человека, взрослого мужчины, который, ну, я уже не говорю, там, отвечает за свои ошибки, там, еще что-то. Что значит погорячился? Если ты убежден, на 100% убежден, Алексей, что ситуация была именно такая, что ты мне убеждал, что я запишу, но когда не знаю. Даже в такой ситуации погорячился, это не то, что нужно человеку при деловых отношениях с другим. То есть, те уплаченные деньги, ты знаешь, что так не бывает, что просто взять, не доделать свою работу, а работодатель с тебя не будет взыскивать это как-то. То есть, ну, я это просто таким коллекторским языком говорю, да? Вот занесение меня в черный список при вот таком вот диалоге. Причем сами, вы сами можете понять, как я его там долбал. Как Алексей со мной по-свински общался, высокомерно, вот это вот, с какими-то непонятными динаминами меня, да? То есть, он заходит в контакт, смотрит это все и просто игнорирует меня. Ну и что сделал этот чувак, в общем-то, по-моему, вот дальше все известно. Что известно? Ты меня, Алексей, лишил возможности с тобой это уладить тет-а-тет в личном сообщении. Ты меня заблокировал, что я должен был сделать. И вот этот человек, ну, сделал то, что сделал. Все вы видели это говно, которое он сотворил. А что мне нужно было делать, Алексей? Когда человек лишает меня возможности лишить это лично, один на один, мне приходится как-то обращаться к публике за этим. Ну, хотя бы я потерял деньги, я потерял время с тобой, да? Ну, хотя бы ты должен потерять репутацию тогда за это. Какое-то наказание, Алексей, ты должен понести за свое поведение неподобающее. То есть, мой ролик, я посчитал, что это, ну, хоть какая-то мне компенсация и какое-то перышко на весах судьбы в справедливости вселенской я положил. Вот, то есть я хочу, как вот подвести итог всему этому вот сейчас, вот то, что я сказал, да? То есть, если кто-то назвал меня, допустим, нехорошим словом, я его должен уничтожить тогда в ответ. Не разбираясь в создавшейся ситуации, не вникая вообще, то есть, грубо говоря, взять и обосрать, как сделал это товарищ под ником Сокол, значит. Я так полагаю, что прошел стрим, Журновков этот стрим скачал, и сейчас постоянно петуха вставляет этот. А, да, мы сейчас доберемся до него. Не вникая вообще, то есть, грубо говоря, взять и обосрать, как сделал это товарищ под ником Сокол, значит. Обосрать? В чем заключается мое обсирание? Я что-то придумал, Алексей, потому что происходило. Ну, судя по твоим словам, ты у нас жертва получаешься. То есть, жертва, которую неадекватный злой Сокол просто какими-то своими непонятными махинациями и бзиками загнал вот в эту вот ситуацию, то есть, ну, где я обосрал, что? Я выложил всю переписку специально, и все видят от начала до конца, как ты со мной обращался, как ты со мной говорил, как ты меня динамил, и как ты неподобающе себя вел, ничего не объясняя и, соответственно, просто кидая человека. Собственно, я в этом ролике об этом и сказал. Вот, и теперь давайте поговорим, как бы, о моральном его поведении. Вот мне интересно. Давайте поговорим, Алексей, что же интересно такое ты еще заготовил? Вот смотрите, значит, он мне написал в личку сообщение о просьбе о сотрудничестве. Я откликнулся, и между нами, как бы, сложились некие бизнес-отношения. То есть, он заказчик, я, как бы, должен выполнить этот заказ. И тот договор, та информация, о которой мы договорились, она должна быть конфиденциальной. То есть, люди, которые, там, занимаются бизнесом, тот, кто меня будет смотреть, да, наверняка занимается бизнесом, и все знают, что отношения, вот, между партнерами, какие-то договоры, это конфиденциальная информация. Ее нельзя оглашать. Что сделал этот чувак, вам всем очень хорошо известно. Вот, и я хочу у вас спросить, а вот представляете, допустим, если... Что сделал этот чувак, вам всем хорошо известно. Он не говорит никакой конкретики, что я сделал. Я сказал то, что ты меня кинул на деньги, и не спел материал, который нам придет сейчас выкидывать. То есть, недоделанный материал, мы не можем его им пользоваться. Песня, выпущенная с тобой, Алексей, была до момента, как ты меня заблокировал и решил кинуть. Собственно говоря, если бы это было раньше, песня бы с тобой вообще не появилась, бы это, я об этом тоже говорил. Зачем мы об этом проговариваем снова и снова? Та информация, о которой мы договорились, она должна быть конфиденциальной. То есть, люди, которые там занимаются бизнесом... А, то есть, все, что... Ну, там, я замазывал карту его, да, чтобы ему там, ну, его карту не светить, если он не хочет, чтобы она светилась. Я карту замазал. Все, что я рассказал, это то, что я ему заплатил 18 тысяч рублей за его работу. Успел заплатить, потому что там еще была бы доплата за студийное время. По переписке увидели, что я был готов высылать еще денег на студийную запись. На время студии арендованное. То есть, кинуть человека, не допивать материал, вот как он заговорил про эти договоренности, это нормально с его стороны. То есть, взять, не доделать, кинуть человека на деньги. А то, что я огласил сумму, на которую он меня кинул, это неподобающее поведение, оказывается. Это так не делается, оказывается. Посмотрите, как у человека пригорело. Ну, интересно размышляет человек. Где-то прокол у нас на этой шкале справедливости произошел, да, Алексей? Мне кажется, у тебя. Это компенсальная информация. Ее нельзя оглашать. Что сделал этот чувак, вам всем очень хорошо известно. Так, Алексей, она бы и не была бы оглашена, если бы ты меня не заблокировал и не решил кинуть. Тут надо что-то объяснять, видимо, да, еще. Вот, и я хочу у вас спросить. А вот представляете, допустим, если бы была более серьезная информация, например, как говорил известный персонаж в одном известном фильме или в одном известном романе, если бы я ему сообщил ключ от квартиры, где деньги лежат. Ну, например, просто так. Вот, еще хочу сказать. Вот если бы я ему сообщил, где я живу, проживаю, адрес, вот он бы это выложил. Или, там, от сейфа моего пароль бы выложил. Представляете, какой сволочь. Непонятно, конечно, выложил он бы или нет, но он совершенно точно бы это выложил. И поэтому совершенно точно сокол сволочь, потому что в несуществующей ситуации, которой никогда не было, он бы поступил плохо. Почему он бы так поступил? Ну, потому что так считает Алексей Булгаков. Он у нас провидит судьбы, он точно знает, что случится в будущем, и как человек реагирует на те или иные события в своей жизни. Вместо объяснения своего поступка, он, Алексей, вот это вот нам приводит. А представьте, как было бы плохо, если бы сокол выложил код, там, ключ от квартиры с деньгами. Действительно. А если бы я младенца выкинул из окна, это вообще было бы очень плохо. А еще бы, если бы я поставил в Африке селки, и в них бы угодили африканские голодные дети, которые и так-то от голода умирают, а в этих-то селках они бы точно совершенно умерли от этих вот ловушек сокола. Подлец, действительно сокол. По этому поводу те люди, которые в дальнейшем будут с ними иметь отношения, я знаю, что он там уговаривает каких-то известных музыкантов, чтобы они поучаствовали. Я знаю, что он уговаривает каких-то известных музыкантов. Блин, какой-то сокол, где-то выложена песня. Уговаривает. И все вот это, вот знаете, все, чтобы показать, что вся моя деятельность, она, ну, она какая-то вот такая вся. То есть, ну, он не сотрудничает с кем-то, а уговаривает, клянчит. Как это обычно выглядит, да, в глазах Булгакова? Я прихожу к человеку, узнаю, где он живет, «Схоронюсь в кустах, ожидая его появления». И как только человек выходит из подъезда, сокол выскакивает из кустов, вцепляется ему в ногу и начинает причитать «Пожалуйста, поучаствуй в моем проекте!» А человек такой «Не-не, я не хочу!» А я ему просто за ногу держусь, он меня по земле тащит, этой ногой шагает, а я стянаю в пространство и умоляю его присоединиться к моему проекту. Зачем это он все говорит? «Е-мое, у меня иногда хочется просто вот какое-нибудь, ну, прям тяжеленькое словцо, просится прям, чтобы запикать его можно было, да, но я держу себя в руках, пытаюсь нормально объяснять. Алексей что-то с чем-то, это просто что-то с чем-то». В его проекте. Вот подумайте, как человек резко и сразу может обернуть все в свою сторону. Резко и сразу может обернуть свою сторону. То есть, представьте себе ситуацию, когда, ну, ту ситуацию, которую подает Булгаков. Резко. Ты меня забанил и сказал, что не будешь доделывать песню. Соответственно, весь твой напетый материал выкидывается в помойку, потому что в метал-опере спел ты девять песен из десяти или одну песню из десяти. Это не важно. Если ты не допел свою роль до конца, вся твоя напевка, она выкидывается в мусорку, потому что одну роль поет один человек. Это банальная вещь, которую я должен снова и снова почему-то повторять. Это раз. Теперь давайте потихонечку разберем его вот этот кричащий заголовок, что Алексей Булгаков кинул меня, блин, на 18 тысяч копеек там, блин. Вот, что все, он там долго ныл на стриме на своем, но мы к этому вернемся. Ну, смотрите. Не на стриме, а в видео просто. В принципе, он сам говорит, что две песни я спел. Верно? Да, верно. То есть это как бы, хоть он и ноет там, что вот не так, бля, все выбрасывать перед ним. Ноет. Понимаете? Ноет. Я не предоставляю своей аудитории информацию о том, как человек меня кинул, а я оказывается ною. То есть когда человека обманули и кинули, да, и человек приходит, говорит, люди добрые, смотрите, что происходит. Вот этот человек, он не хороший человек, он кидает людей. С ним лучше не работайте, потому что с вами может произойти то же самое, что и со мной. Оказывается, это нытье. Посмотрите, человек сидит с ужинками весь. Это ответка метро одного из старожилов нашей рок-сцены, метал-сцены. Вот это лицо. Теперь вообще Булгаков это такой там фу-фу-фу-фу, блин, но это факт. Две песни у него есть. Сейчас я объясню. Что значит Булгаков такой фу-фу-фу? Он даже не может не, ну, то есть, понимаете, если бы я сказал какие-то вещи, которые, ну, там, аморальные или еще что-то, он бы мог их повторить, и он бы повторял их без передышки сидел. Но так как ко мне не за что зацепиться, я все сказал по факту. Я сделал вот так вот, Алексей сделал вот так вот. Алексей сидит бездоказательно. Сокол на меня говорит такой Булгаков фу-фу-фу-фу-фу-фу. Какое фу-фу-фу? Мы в детском садике, что ли, Алексей? Что Сокол сказал такого, что ты сидишь сейчас и вот это вот обезьяничание начинаешь на камеру делать, как ты скажешь про меня в будущем? В дальнейшем, почему я заостряю на этом внимание? Вот, если я не спел третью песню, так пиши, что Алексей Булгаков отказался петь третью песню. К чему этот заголовок тоже такой кричащий, блин? Ну, а что ты тогда написал 18 миллионов он должен? Нет, не 18 миллионов. Ты должен 18 тысяч рублей. У меня есть две песни, которые я никуда не смогу пристроить. Потому что, если ты не записываешь еще раз, объясняю, для людей, которые почему-то не хотят думать какое-то старческое уже, я не знаю, не хочу обидные вещи говорить, но просто я же человеческим языком тебе, Алексей, говорю. В метал-опере, в мюзикле без разницы в чем. Если человек поет какую-то роль, он в этом проекте поет от начала до конца, не может одну и ту же роль петь два разных вокалиста. Это бред. Если этот человек не допевает свою роль до конца, то сколько бы песен ты не спел, хоть 9 песен из 10, если ты 10 песню, которую нужно спеть по этой роли, ты не записал, все эти 9 песен будут выкинуты. У нас здесь три песни, ну ты спел две, ну нам две песни придется выкинуть и перепевать то, что ты уже спел, то, что мы выложили одну песню с тобой и выбрасывать вторую песню, которую ты почти дописал, там нужно еще переписывать некоторые моменты, хвосты. Ты не доработал свою роль и все, что ты спел, оно выкидывается. Соответственно, 18 тысяч рублей, которые я на тебя потратил, они у меня просто сгорают. Мы не можем эти две песни включить в оперу с твоим вокалом, потому что нет третий. Алло, Алексей, услышь меня, пожалуйста, прекрати, ладно, не буду обидно их вещей говорить. Что Булгаков пьет кровь невинных младенцев, представляешь, какой хай бы поднялся, все бы как-то там на меня наезжали бы, орали там, какой он, представляете? Нет, никто бы на тебя, Алексей, не орал с таким заголовком, потому что все бы покрутили пальцем у меня у виска и сказали, Сокол, ты порешь чушь. Какие младенцы? Что за бред? Понимаете, какой хай бы поднялся? Человек делает вид, что он разбирается в интернете, употребляет словечки типа хайп, заголовки кричащие. Я написал правду, не доделал материал, 18 тысяч сгорело, ты мне должен 18 тысяч рублей. Все, ты меня кинул на 18 тысяч рублей. Заголовок кричащий, но он правдивый на 100%. Мы-то думали, что он такой-то, такой-то, а он что творит-то, блин. Вот, теперь еще, значит, такой момент. Ну, про этот же заголовок, да? Смотрите, все знают, что сокол льет грязь. В принципе, это такой король грязи, и в принципе, его сообщество, оно как бы в этом ему потакает. Все знают, что сокол льет грязь. Кто все знают? Это как опять вот, ну, типичное, сразу видим руку Жерновкова, к которому мы вернемся чуть в конце ролика, попозже, да? Булгаков ничего не знал, сидел, к нему обратился, сокол. Произошла вот эта ситуация, он начал думать, что бы сделал, и тут к нему постучался Жерновков, и говорит, так ты чего паришься-то, Леха? Смотри, сокол, он же петух, все знают, что он кусок говна, у него репутация, ты вообще даже не парься, у него репутация говнюка самого главного, ты чего, вообще не парься, там даже объяснять ничего не надо, просто скажешь на камеру, это реально проверенная инфа, просто скажешь на камеру, все знают, что соколы льет грязь, и он это просто говорит, ну я полагаю, что навряд ли он следил за моим творчеством, занимался там своей музыкой, да? И неожиданно он знает, оказывается, что сокол делает, разбираются в его блогинге. Алексей, я бы тебе, конечно, посоветовал, чтобы еще больше себя не закапывать, не поддаваться влиянию от таких вот моральных уродов, а все-таки прислушиваться к своему внутреннему голосу, как он реагирует на ту или иную ситуацию. Неприятно, конечно, что это произошло, но ты прислушайся, что тебе говорит голос, изначально-то он тебе говорил, скорее всего, правильные вещи, что да, ты погорячился, как ты сам в этом видео признал. Единственное, что здесь ты признал, но упомянул об этом вскользь, естественно, никаких извинений, ничего не было. Ты погорячился, и все, этот короткий всплеск, вот этот просветление, он сразу же опять перешел на личности, и вот все вот это вот, то, что мы сейчас видим, то, что ты поливаешь у меня сидишь. Так может быть, стоит прислушаться к этому голосу внутри, который изначально тебе нашептывал какие-то правильные вещи, и ты искал выход. Верить вот таким вот моральным уродам и поливать человека в интернете помойкой ни за что. Оно не красит тебя, Алексей, во-первых. То, что я делаю реакцию на какие-то вещи в интернете, там, мне не понравилась какая-то песня, я говорю, вот здесь там плохой риф, здесь вокальная линия не такая хорошая, здесь хорошая вокальная линия, это обычная работа блогера, который делает реакции на какой-то контент, и людям это интересно смотреть. Это не поливание грязью. То, что я иногда там с кем-то у меня конфликты на ютубе, так это личностные преткновения, просто происходящие публично. Там, с гитарными историями, с Апрыкиным, там, или там Дубинина, когда я плохое поведение Дубинина начинаю проговаривать, которое случается на сцене. Это все публично, это все проверяется, и поливание грязью, это как раз то, что занимаешься, чем занимаешься ты сейчас, Алексей. Ты врешь, на камеру сидишь, ты придумаешь какие-то странные вещи, и это просто, это человек, которого я всегда респектовал, который ролик, про которого у меня единственный ролик, два ролика у меня про Булгакова на канале, один обычный ролик, второй стрим, и оба эти ролика, они все являются респектом Булгакова, в поддержку Булгакова. Но сокол льет на всех грязь. Вот третий ролик про Булгакова, там как раз эта ситуация с 18 тысячами и киданием меня на эти деньги. А до этого два ролика я Булгакова только респектовал. Я говорил, что альбом про Великую Отечественную войну, там про Вторую мировую, это лучший альбом про эту войну, которую я слышал, вот у Булгакова прям превозносил. Потом ситуацию с Дубининым, когда там с Арией разбирали, мы с Булгаковым, я тоже на стороне Булгакова выступил, но вот так вот. Сокол льет грязь, и все об этом знают. Он поощряет, то есть они за это ему кидают деньги, то есть как это называется, донаты там, да, ему там оплачивают. Ну, в общем, началось. Началось, вот это где-то я уже слышал, где? По-моему, гитарные истории сидел так и тупил про, или кто-то другой. Честно говоря, уже не помню, не буду наговаривать на гитарные истории, зря. Канал YouTube такой есть, да? Гитарные истории, кто не в курсе. У меня с ним был конфликт. Сейчас Булгаков нам рассказывает, как обстоят дела у Сокола. Сокол поливает грязью людей, а люди сидят вот такие. Вы, моя аудитория, 19 тысяч подписчиков, кто вы такие? Вы, вот эти вот ублюдки, которые сидят перед экранами и такие, давай, Сокол, полей, вот теперь его говнецом полей. А, отлично, на тебе за это денежку. Алексей, пожалуйста, прекратите это делать. Это просто стыд какой-то, это позорище, я не знаю, что уже, куда это может еще зайти. Алексей, вы катитесь просто в бездну, вы уже летите с радостной улыбкой туда. Люди мне платят донаты за, посмотрите стримы, которые у меня идут, да? Я либо реакцию делаю на какой-то материал, ну, то есть человек, например, общается с кем-то, в интервью определенные вещи говорит, я высказываю на это мнение свое. Если это поливание грязью, ну, ну, окей, другие мои, основная масса моих стримов, это вообще, мне скидывают там музыкальные клипы, и я сижу там тоже на них реагирую. Вот клип скидроута, о, там, типа, отличные парни, там, глэм метал, типа, отлично рубят, а вот в этом клипе мне не нравится вокальная линия, но классное музло. Люди сидят, задают мне вопросы, донатят мне на то, чтобы я поставил именно их заказ в мой стрим, да? То есть они мне присылают деньги и ссылку, ссылку на клип, который они хотят, чтобы я посмотрел. Они не кидают мне деньги на то, чтобы я кого-то обосрал, как ты выразился. Они кидают мне деньги, чтобы я посмотрел на ролик, который им понравился, или на клип, который им понравился, или не понравился, и мою реакцию на это увидеть. А на ютубе за ролики люди мне не платят деньги. За это мне платит ютуб, за то, что он включает рекламу в мои ролики. То есть идет ролик, начинается реклама, Вот, когда начинается эта реклама, это YouTube показывает вам какой-то товар и платит за это мне какую-то копеечку. Это работает YouTube так. Ну, а Алексей Булгаков знает, как работает YouTube. 19 тысяч ублюдков, которые жаждут человеческой крови, чтобы сокол лил дерьмо на всех, и за это платят деньги. Вот так вот Алексей Булгаков воспринимает видеоблогинг. Неважно, они ему дают денег, за счет чего, я так понимаю, он живет там. Ну, ест там доширак, там носки покупает какие-то или еще что-то. Ублюдское выражение Жерновкова здесь не буду вырезать, просто оставлю его специально. Он так сказал сейчас про этого сокола. Спасибо, Алексей. Алексей, серьезно, мы сейчас будем... То есть вот все твое объяснение, которое ты пытаешься выгореть в свой некрасивый поступок, мы скатились до того, что ты сейчас будешь обсуждать, что там я зарабатываю деньги на какой-то доширак и носки. То есть это прям реального сейчас прозвучало. Прям от человека, который там 40 лет там на сцене. То есть это твое объяснение. То есть, друзья, это что, это что за... Это как назвать можно, вот объясните мне. Представляете, вот у человека есть там взаимоотношения деловые, да, один что-то не исполнил, какое-то отношение. Вот он начинает заниматься вещами, которые не относятся к делу и просто заговаривает, зубы сидит. Вместо того, чтобы Алексей почему так поступил, да, он там на своем ютубе зарабатывает на дошираксе, на носки там. На что ему там хватит с этим, понятно. Доширак в носках заваривает. Зачем это говори... В общем, в таком духе. Вот, он, я так понимаю, очень сильно этим воодушевлен. Он понял, как можно заработать легкие деньги. Конечно, это гораздо легче, чем заниматься там где-то вокалом. Это гораздо легче. Алексей, ты сейчас присоединяешься к этим иди-работчикам, ну, которые пишут в комментарии, иди работай на нормальную работу. Попытайся заняться видеоблогингом, сделай хотя бы один ролик, а потом расскажешь, как это легко или как это сложно. У меня есть ролик про видеоблогинг, там, всем причин стать блогером и всем причин не стать. Посмотри, если тебе интересно. Внутреннюю кухню узнаешь, что такое быть блогером. Это точно такая же работа, как все остальные. А рактеры, которые снимаются в фильмах, а танцоры, которые в балете танцуют. Это же какие, это же ненормально. Это же не работа у станка. Он не косит пшеницу в поле. Он что-то там стоит ножкой ля-ля, там, ну, какой-то, блин, бред какой-то. Намажут его, там, он там, я в тебя влюблен, там, Йорик. На кого ж ты нас покинул? Это же все херня какая-то. Вместо того, чтобы заниматься нормальным, серьезными вещами. Сейчас мы докатились, помимо после доширака и носков моих, мы докатились до моего вокала. Это очень относится к делу, ну, давайте послушаем. Совершенствоваться, потому что в жизни, чтобы чего-то добиться и чтобы себя что-то представлять, надо пахать, пахать, пахать. Согласен. Я и пошу в видеоблогинги и на музыкальном Олимпе. То есть моя музыкальная группа собирает не меньше, чем твой легион. Это раз. Во-вторых, видеоблогинги — это очень сложная работа, в которой нужно постичь очень много всяких разных вещей, которые тебе, как зрителю, не видны. Тот же пример Беркута. Мы знаем, что он заводил свой канал на Ютубе. У него не пошло, он бросил свой канал. Хотя человек в разы меня известней. То, что ты более известный в музыке, не делает тебя сразу успешным в блогинстве. Тебе нужно в блогинстве съесть 4 пуда соли, чтобы чего-то добиться. Это работа, которую нужно проделывать. Кровь и пот и слезы. А, конечно, так легче всего кого-нибудь обосрать, блин. И тебе накидают денег, в общем-то. Ну, об этом мы уже говорили, хорошо. И какая ситуация произошла, блин? Он начал ныть на своем стриме там. Это все видели. Вобу гаду в меня откинул. Ну, че, че... Что происходит, друзья мои? Это что? То есть, в его представлении... Во-первых, ноет. В моем ролике я не ныл, а спокойно рассказывал о ситуации. То есть, уже как бы ложь. И тут же сразу идет вторая как бы ложь, несостыковка, как-то не назовите. У Булгакова нытье выглядит вот так. Че там вот это? Че там? Это больше похоже на какого-то педиковатого братка из девяностых, который немножко как бы гей, но как бы и с братками хочет быть. Это ужимки какого-то вот такого мелкого мбадючка, который весь такой на понтах. И вот он руки даже вот это вот сложил. То есть, но это на нытье не похоже. И... Ну... Блин, что происходит вообще? Чувак, вообще так не делается. Вообще соглашение надо, блин, выполнять. Такие там он пальцы там растопыривает. Да. Алексей у нас открывается в этом видео с очень интересной стороны. Прям актерище. Тебе бы в блогинг, Алексей. Вот. Ему там пишут. Чувак, блин, да, да. Он такой сикой там. Ну ты несы в памперс. Мы тебе там еще денег накидаем там на Эрика Аддерс. Несы в памперс. Блин, зачем он это все говорит? Зачем вот это все? Вот для чего это все? Петросяни некое-то какое-то быдланское. Так что происходит, я не понимаю вообще. Ты вообще ролик-то мой смотрел? Или как бы просто представил, что я так... Наверное, Сокол вот так себя ведет в ролике про меня. Когда рассказывал, вот он так себя вел, то есть. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что этот персонаж, он четко все рассчитывает, что он делает, в общем-то. Понимаете, он, естественно, знает, что ему надо писать рок-оперу. Что ему дадут денег. Его сообщество даст ему денег. Поэтому что надо делать? Надо плакаться и поливать грязью. И... Мое сообщество даст мне денег, потому что я плачу и грязью поливаю. Это, собственно, как это работает. Обычно музыканты, которые добились чего-то в жизни, они открывают краунфандинг обычно на ресурсе «Планета.ру». Собирают там деньги на свой проект, собственно. И эти деньги пускают на запись там или на что-то там, на выпуск мерча. У нас был краунфандинг на эту песню. Мы собрали на первую песню деньги. Потом говорили своим подписчикам, что дальше вот выпустим одну песню. Вы посмотрите, что это за опера. И потом будет второй краунфандинг. Будем на весь альбом собирать. Как здесь вообще замешана эта ситуация с тобой? Я что-то вообще не врубаюсь. Для чего он это все говорит? Блин, просто... Я не знаю. У меня просто какое-то глубокое разочарование в человеке. Просто в человеке, которому я все время респектовал. Наслаждался его вокалом. Думал, что и человек прекрасный. Оказывается, человек высокомерный какой-то, с какими-то загонами из 90-х. Сидит там что-то с распальцовкой, какую-то чушь несет. Я не знаю. Вот походу у меня, знаешь, есть еще такое соображение. Значит, ну вообще про сокола надо сказать такую вещь. Снова 25-м кадром петух мелькает. Когда сокол упоминает, сразу петух. Журналков в деле. Это в принципе, ну как, ну такой калопулеметчик такой. Антиосинизатор, понимаешь? Вот если образно это вот представлять. Это где живет сокол. Это вот у него такая огромная цистерна. Простите меня за выражение, говна, да? У него есть говномет, блин. И есть вентилятор. И когда сокол понимает... Журналков, наверное, спать будет потом неделю, как младенец. Как в коме, не просыпаясь после того, что он нашел поддержку хоть кого-то себе, кроме Фоминаи. Вот сейчас Булгаков присоединился. Когда он понимает, что ему там, допустим, нечего есть, да, что надо там срубить бабла там, чтобы не работать, ну то есть пойти наиболее легким путем и то, на что он способен, значит. Он подгоняет эту... Сокол, это он сидит в калоприемнике. Он это антиосинизатор, этот такой... Да-да-да-да-да-да. Булгаков видит, что его поддерживают, да, тоже начинают улыбаться. Как хорошо, дружно идет опускание человека, когда человек ни в чем не виноват, но вас же двое, а он один. И уже как бы этой кучкой правой друг друга подбадривая, уже вроде и не чувствуешь своей вины. Вроде и человек-то плохой. Да-да, плохой, он реально плохой. Точно плохой? А, ну так вот, ты же все же говорят, что он плохой. Ну вот, да, он плохой. Блин, как это выглядит, жалко, низко. Вместо объяснений четко и по факту, посмотри, чем занимается Алексей. Это просто какая-то жесть. Что происходит? Он уже носки мои перечислил, доширак. Вокал мой перечислил, что там, что я зарабатываю обсиранием людей. Что, во-первых, это не работа, а легкий путь. Он ничего не знает о человеке блогинге, ничего не знает о моих роликах. Такое ощущение, что он вообще мой ролик не смотрел или смотрел, но не знал, как с этим быть. Но Журновков ему подсказал, как себя вести. Сейчас самое главное про петуха почаще говори, Алексей, и будет the best. Цистерну расчехляет свой говнопулемет, блин. Включает вентилятор и, естественно, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И особенно это, как мы знаем, он уже это не раз доказывал, он езжал на известных людей. На известных людей, то есть он высасывал эту проблему из пальца, блин. Он кривлялся и обезьянчил там на стриме. Это, кстати, об этом мы тоже поговорим. Нахрен это надо, блин. Говорит человек, который секунду назад делал какие-то странные вещи, которых я в жизни, ну, по крайней мере, в ролике про него точно не делал, порицает какое-то кривляние на камеру и сам это же делает в этом же видео, в котором об этом говорит. То есть, браво, Алексей. Вот, и люди ему кидали деньги за это. То есть они ему говорили, сокол, как ты крут, как ты этим козлам там врезал, блин, там. Все, он понял, что это золотая жилка и что, в принципе, можно своих слушателей доить вот под такую фигню. Мне за это никто не скидывает никаких денег. То, что ободрительные комментарии какие-то, ну, это обычные вещи в блогинге. То есть, ну, человеку понравилось, как ты растасовал все факты. Алексей, пойми одну простую вещь. Когда происходит какой-то поступок в твоей жизни, ты видишь, что кто-то что-то сделал неправильно. Если ты об этом промолчишь, ну, ты промолчишь. Я вот об этом не молчу. Я говорю, вот этот человек сделал плохо. Например, Дубинин. Там, с Житникова на сцене обматерил. Я говорю, вот это все плохо. Он поступил плохо. Так сделать нельзя. Это натуральное скотство. Это неуважение к музыкантам. Если это ты считаешь поливанием грязью, ну, это твои проблемы. Как делает вообще Алексей, подает информацию про меня? То есть, мой образ создает. Он говорит, Сокол, это такой человек, который понимает, что берешь невинного человека, обсираешь его, и за это тебе деньги платят. Это просто браво. Как работает это на самом деле? Человек делает какую-то дичь. Я эту дичь на своем канале освещаю, что вот этот известный человек сделал то-то, то-то. Или просто делаю какой-то шутейный ролик, где человек, там, как-нибудь смешно, там, поет, там, или еще что-то, там, смешные эмоции у него. Это просто реакция. Обычная блогерская работа, которая не является поливанием грязью. Появление грязью, это когда ты невинного человека придумываешь ему то, чего нет. Берешь, например, Кипелова и говоришь, там, вот, этот человек сволочь, он ублюдок, вообще кусок говна. И зрители такие, уууууу, типа, Сокол, вообще нормально. И деньги кинули. Вот так это видит Булгаков. Ни в одном моем ролике так нету. Я, если что-то и делаю, я либо критикую за материал, который делает человек, за его творчество, да, то есть мне не понравилось. Не вот этот человек плохой, а вот это конкретное место в его песне плохое. Это не поливание грязью. Либо человек плохо поступает, я говорю, вот человек поступил по-скотски здесь-то здесь, на примере Дубинина. Но Алексей пытается нам доказать, что Сокол нет. Сокол знает, что ему платят деньги за то, что он просто поливает людей говном. Ну, так посмотри мои ролики и убедись сам, что это не так. Ну, о чем можно говорить? Короче, и, в общем, продолжаю. Я хочу сказать, что вот отдай мои деньги. Алексей Булгаков как бы кинул меня на 18 тысяч. Он думал, что он меня расстреляет из своего говномета, блин. Вот, я испугаю. Не надо, не надо. Обезьяничная камера. Вспоминаем слова Алексея 30 секунд назад. Сокол, я верну тебе деньги. Естественно, он тут же соберет свой стрим. У него расправятся крылья за спиной. И он скажет. В общем, так. У меня есть две песни в загашнике от Алексея Булгакова. Но за мои моральные страдания, за мои бессонные ночи я решил себе оставить все эти песни. То есть, понимаешь, какой расчет был-то? Я ему возвращаю деньги, но песни он оставляет себе. Так, Алексей, да пойми же ты уже, наконец, своей головой. Я не могу оставить эти песни себе, потому что ты не допел третью песню. Понимаешь, Алексей? Еще раз. Я не могу оставить эти песни. Они в загашнике у меня не останутся. Если ты вернешь мне деньги, то у меня эти песни не останутся. Они выкинутся, потому что ты не допел третью песню. Мы не можем делать одну роль, спетую двумя разными вокалистами. Поэтому я тебе и говорил. Либо ты допиваешь третью песню, либо ты возвращаешь деньги. Все. Вся эта ситуация. Какой злой умысел. Что? Я хочу получить и песни, и 18 тысяч рублей. Блять. Судя по его натуре, возможно, это. Уже вопрос к вам. Пишите, что вы думаете по этому. Напишите, что вы думаете. Вот. Еще я хочу сказать такой момент тоже. Это информация от моих знакомых, которые как-то его знают или которые его слышали. Да, может, это даже и не секрет. Потому что это... А об его личности очень много ходит инфы в интернете. Что Сокол, когда спит, он ощущает себя рок-звездой. И что ему якобы снится Джоуи Де Майя, блин. Который говорит. Мэн. Наш брат Эрик Адамс стал стар. И не может больше петь. И Один явился ко мне. И сказал, что есть брат Сокол, который может заменить Эрика Адамса. Но когда Сокол просыпается с утра, он понимает, что всего лишь это сон и его влажные фантазии. Понимаете, ну отрицательная энергия, она же правда копится внутри. Ей же нужен выход. Друзья мои, что происходит? Я что-то вообще не понимаю. Ходит информация от моих знакомых, что Сокол спит и видит, что он вокалист группы Манавар. Ну, мне нравится группа Манавар. Как я в ролике говорил, мне скинул Алексей ролик с Манаваром, где Дымая на басу играет. Я ему не понял, для чего он мне это скинул. Я ему написал, что Манавар моя любимая группа. Ну, типа, иногда люди, которые общаются просто там, да, по-приятельски как-то. Иногда скидывают друг другу какие-то видосики. Но мы вроде по-приятельски не общались. У нас сугубо деловые отношения были. Потому что в будущем я, может, не отрицал, что у нас будут какие-то приятельские отношения. Там перетекот сотрудничество, перетечет в приятельские отношения. Возможно. То есть, я не отрицал. Я думаю, ну, человек уже делает первые шаги, да, какие-то, чтобы в эти приятельские отношения вступить. То есть, думаю, ну, странно. Человек вроде на таком, так высокомерно со мной общался. А тут скидывает мне видос про Манавар. Я не понял такое. Ну, ладно, я написал. Манавар моя любимая группа. И сейчас в своем объяснении и оправданиях своих, а в том, что Булгаков никого не кидал, я-то Булгаков, я хороший, нормальный, это Сокол плохой. В этих объяснениях он вот все вот это, вот то, что мы слышали сейчас про неотносящийся к делу, про какой-то доширак, про носки, про какой-то видеоблогинг, про какой-то говномет. Он еще вот эту ситуацию говорит. Мои знакомые часто мне говорят, что Сокол влажные мечты по группе Манавара есть. Типа, я люблю группу Манавар, да, я это не скрываю. Другой человек любит Арию, третий Арон Мейден. У него какие-то влажные мечты из-за... Блин, что про... Я не знаю просто, друзья мои. Ну, вот сами смотрите, что происходит. Человек просто ведет себя максимально дико. Чтобы оправдаться, он показывает себя с какой-то дикой совершенно стороны. С каким-то, я не знаю, непонятным маскалом какой-то злобы и неадекватности, которая просто выливается сейчас ядом просто в монитор. Причем это не моя критика каких-то там музыкальных кусков или поведенческих каких-то мотивов. То есть он просто лжет в камеру, придумывает какие-то вещи. И все это, все, что он говорит, оно никак к делу не относится. Я хочу объясниться за то, что произошло. И вот чтобы наглядно понять, даже самому глупому человеку, который это будет смотреть, представьте вот два купца. Ну, это раньше такие торговцы были на Руси, да. Представьте двух купцов, у которых есть какое-то деловое сотрудничество. Один дает кошель золотых монет, второй предоставляет какой-то товар. Человек заплатил деньги. Назовем его купец один и первый купец, второй купец. Первый купец заплатил кошель, большой тяжелый кошель золотых монет, второй должен быть привезти товар. Настал срок, второй купец привез часть товара и говорит, это все, дружок, до свидания, больше я тебе ничего не дам. Первый купец говорит, так я же тебе заплатил вот за это количество товара, ты мне меньше принес. Говорит, ничего не знаю, до свидания, это все. Первый купец, офигев от этого, выходит на площадь и говорит, люди добрые, посмотрите, что происходит. Купец-то, второй, кинул меня. У нас был договор, а он меня кинул, он товар мне весь не предоставил, за который я заплатил. И тут на другом конце площади появляется этот второй купец и начинает кричать. Да что вы его слушаете? Посмотрите, у этого купца-то первого, у него штаны дырявые. У него борода криво подстрижена. Он ест непривычную нам еду в таверне, а какую-то заморскую херню. Да у него вообще и рожа некрасивая. Начинает перечислять какие-то вещи, которые к делу никак не относятся. Говорит, не надо слушать этого первого купца, посмотрите, посмотрите, какой он нелепый и плохой. Первый купец продолжает говорить, так может по делу все-таки это не относится никак. То есть люди на площади решают, советуются. Первый купец говорит, вот, ну, я же все по делу сказал, товара-то нет. Да не слушайте вы про товар, говорит второй купец. Рожа-то посмотрите, у него кривая и дырка на жопе. Как с таким человеком можно говорить? Не слушайте его. И пошел своей дорогой в закат. Этим занимается Алексей Булгаков. Зачем он это все говорит, я просто в шоке от него. Это какой-то просто сюр. Тут сокол делает свой кало-стрим, достает говномет, ищет причину. Да не стрим, это был обычный ролик, Алексей. Прекрати говорить стрим. Не знаю, это единственное слово, которое он знает применительно к видеоблогингу или что. Как он уже искал, как я уже говорил. Наезжая на известных людей. То есть он там... Я наезжаю на известных людей только за дело. Либо делаю какие-то смешные реакции. Это работа блогинга. Варшавский, например, спел под гитарку со смешным лицом и смешным голосом. Спел. Но я говорю это. Я же не говорю, что Варшавский, вокалист Черного кофе, что он плохой. Когда делал смешную реакцию на его поигрульки на гитаре в домашних условиях. Это был веселый ролик. Ну, конечно, Варшавскому было бы неприятно. Но я не называл его ни сволочью. Не говорил, что у него внутренний мир какой-то дырявый. Что человек этот гнилой или еще что-то. Я только говорил, вот посмотрите. Смешная интонация в голосе. Смотрите, смешная мимика у него во время исполнения. Может, это немножко неприятно, но это не обливание грязью. Как Алексей пытается подать. Высасывает проблему из пальца, как это было с Виталием Дубининым. Там с Варшавским, с вокалистом Черного кофе. Ну, про Варшавского я только что сказал. С Виталием Дубининым там понятно. Человек Житникова там на сцене посылает. Проблема высосана из пальца. Действительно. Ты посылаешь, унижаешь своего вокалиста перед зрителями. Прям в прямом эфире и перед живыми зрителями. Но это высосано из пальца. Так можно делать нормально. У нас старичков так заведено. Обливает нас грязью за это. Ну, я просто не хочу это перечислять. Вы сами все это знаете. Понимаете? Старые добрые доказательства. Да все это знают. И начинает свои кривляния на камеру. И еще такой момент. Я не понимаю вот этих вот всех людей, которые начинают высказываться против блогеров, когда он эмоционально подает информацию. Потому что это интересно смотреть. Кривляется на камеру. Оно же звучит обидно. А если человек эмоционально интересно подает материал, это уже как-то положительно окрашивает. С такой логикой мы подходим просто и добираемся, например, до моего любимого комедийного актера Джима Керри. Который тоже кривляется на камеру. Почему у подобных людей, как у булгаков, нет никаких вопросов к комедийным актерам? Но они же кривляются на камеру. Но это не является их сущностью. Например, тот же Джим Керри. Он тут кривляется на камеру, а тут он серьезный человек. Он задается серьезными вопросами. Философствует, сидит в своих видео. Он рисует картины. Он вообще очень погружен в какую-то драматику. Но на камеру вот он кривляется. Но вот эта работа, он приносит радость людям. Что здесь плохого? И уж про кривляние на камеру кто бы говорил, что по рассмотру этого видео тебе, Алексей, акцентировать на этом моменте внимания точно не надо. Потому что как ты кривляешься в этом видео, тут еще мне нужно поучиться у тебя. Давайте вот застрим на этом внимание. Когда он мне предлагал сотрудничество, я как бы знал, что в интернете у него не очень хорошая репутация. И думаю, надо посмотреть, что он из себя представляет. Старое доброе вот это вот все знают, что он плохой. Довод людей, которых, мягко говоря, нет никаких доводов, да? Которые просто пытаются, ну, хоть как-то человека измазать чем-то. Да все же знают, что он такой. Довод просто на 5 баллов из 5. Сам себе что-то придумал. Я понимаю, есть люди, которые меня ненавидят. Я уже это говорил не раз. То есть я не блогер, который снимает распаковки, да? Просто там с Алиэкспресс сидит, руками распакует. Вот ко мне пришла такая-то штучка. И, собственно говоря, у этого человека, в принципе, не может быть никаких злопыхателей. Люди, которые, ну, работают под неким, условно говоря, там, лидеры мнений, да? Которые высказывают мнение на какие-то вещи. У них всегда будет, у каждого этого блогера будет своя кучка недоброжелателей, которые их будут ненавидеть. Потому что тут ты высказался против религии, он за религию топит за эту, и тебя начинает ненавидеть за твои слова. Тут ты высказался против Путина, этот человек за Путина снова тебя ненавидит. То есть ты высказываешь целую кипу мнений разных. И, соответственно, многие на это агрятся и тебя ненавидят. То есть если бы я снимал распаковочки, у меня было бы все нейтрально. Но так как я занимаюсь высказыванием мнения своего, то, естественно, у меня будут недоброжелатели. Это не чисто моя какая-то уникальная особенность. Я вот такой плохой, поэтому у меня есть хейтеры. Хейтеры есть у любого блогера, который является лидером мнений. Объясняю, что только лидер мнений, чтобы не сказали, что Сокол называл себя каким-то там этим эталонным мнением. Лидер мнений — это когда человек высказывает свое мнение и имеет аудиторию какую-то, которая это мнение его смотрит. То есть распаковка гаджетов — это не лидер мнений. Это обзоры товаров. То есть вот этот телефон, вот у него такие-то там показатели, еще что-то. Вот он так снимает. А когда ты говоришь, смотришь какой-то материал и говоришь «Вот это хорошо, вот это плохо, вот это среднее, это лидер мнений». Если у вас есть хотя бы один подписчик, кто вас смотрит, вы уже лидер мнений. И значит, кому-то интересно ваше мнение, и кто-то его смотрит. Как бы естественный момент. Лично я его не знаю. Полазил в ВКонтакте, особо там, кроме ссылок на его вот эти стримы, ничего не нашел. А когда я залез... Все равно все мои ролики, стримы у меня редко достаточно проходят. Там раз в неделю. Основное, это там, 300 роликов на канале, все равно стримами называют. Ну, ахренеть. Посмотреть его стримы, тут как-то мне, ну, не совсем стало по себе. Но я слухам не верю. И это, наверное, и правильно, потому что надо всегда воочию убеждаться. Человек говорит, я о нем ничего не знал. Прежде чем сотрудничество какое-то начать, я решил посмотреть, что этот человек из себя представляет. Но я ничего о нем не знал. Пришел на его ресурсы, там кроме каких-то ссылок на его стримы не нашел. Но я не стал верить мнению. То есть человек говорит, я ничего о нем не знал, и тут же, как говорится, есть какие-то слухи. Подожди секунду, Алексей. Ты просто сейчас какое-то дикое противоречие проговорил. Если я к тебе постучался, и ты уже какие-то слухи обо мне знал, то это уже какая-то информация у тебя есть. Но ты говоришь, я ничего о нем не знал, и кроме ссылок на его какие-то видео я ничего не нашел. Потом тут же говорит, но я мнению чужому привык не доверять. То есть ты либо знал что-то про меня уже, либо не говоришь, что ты не нашел ничего про меня. Но когда человек изъясняется, нужно как-то все-таки информацию связанно подавать. Что это такое? То есть подтверждение его каких-то действий я не нашел. То есть отрицательных. Никто там мне не мог сказать, что не связывайся с ним, никто не говорил. Ну вот опять противоречие-то. То есть он говорит, что есть у человека репутация плохая, но я слухам не верю. И тут же говорит, ну мне не было того человека, который бы сказал, что с ним лучше не связываться. То есть, ну, определись, Алексей. Были слухи, которым ты верить не захотел и решил на своем опыте убедиться в моей говняности какой-то? Либо тебе этих слухов никто не мог донести, и ты просто внезнанку пошел со мной сотрудничать, не зная, что это. Ну, потому что это два разных пути. То есть это мне приходилось решать все самому, значит. Вот. И я хочу сказать, что вот он там делал стримы, и его рассуждения. Я вот пытался смотреть, но меня хватило минут 5-7, наверное. То есть чувак вроде пытается рассуждать. Он там в позы какие-то встает, какие-то там лица строит. А я такой, ему там говорят, не, а он мне там. Кривляется на камеру сокол. Просто жесть какая-то. У него там хохолок встает даже, да? А вот и до петуха дошли. У него там хохолок встает. Отлично, прекрасно. Алексей, браво. Это вас так красит. А, мы же, жена, ты с ним. С тобой. Это Алексей тебя так красит. Иногда там. Я вот слушаю, слушаю, думаю, ну, а что ты хочешь? Вот конкретно, вот, конкретизируй, блин, рациональное зерно. А, то есть это он говорит про свой ролик, про мое видео про себя. Оказывается, он сел писать ответку, вот эту, и говорит, что 5 минут просмотрел всего лишь. Серьезно? Ты сел писать ответку, ты вышел, ты запарился, ты вышел в интернет, и ты решил разбить все мои доводы, несмотря их? Это нормально? Логично все? То есть, Алексей, ну... Да. Такой в этом... Не, а что он так сказал? А тут ему так ответить. Что происходит? Что происходит? То есть, понимаешь, седой человек, да? Уже. Седовласый такой. Ему... Гнилушка наша справа. Сейчас мы до тебя дойдем. Пятый десяток. А уровень его речи, вот этот вот интеллектуальный уровень, он как бы, ну, какого-то вот подростка в период полового созревания. Да, слушай, извините. Слушай, реально, жесть, представляете? У меня еще интеллект и уровень речи моя какой-то низкий, оказывается. Все перечислил. Мою внешность, че я ем, носки какие-то мои, дошираки, понимание моей блогерской деятельности изнутри. Алексей все знает, понимаете? Знает мои влажные мечты по Мановару, знает в точности мой сон, что происходит в этих влажных мечтах. Теперь у меня еще интеллект и речь прям на дне. Перевью я сам вот даже вот анализировал, я снимал про него ролик вообще, ну, раздолбно его раскатал, как вообще, как... Вот там вообще он просто бэсмэн не может там вот это вот все. Он ошибается, он такую там чушь не смеет просто. Бэсмэн не могу, хорошо. Просто жесть. Ну, слушай, так... Реально. Вот, вот, кстати, вот следующий. Нормально, хорошо. Жополизничество Жирновкова, оно скоро в анал истории войдет. Это новый молодой герой Жополизничества, флагман его у нас на нашей рок-сцене. Тему, да, ну, тот, кто его слушает, но они же, понимаешь, они же должны видеть, кто перед ними и зачем они слушают. У меня, конечно, я надеюсь, что большая часть аудитории воспринимает его, знаешь, как у херового клоуна. Просто вот он кривляется и... Леш, извини, я тебе больше скажу, поэтому его канал настолько ничтожен и мал за пять лет девятнадцать тысяч подписчиков. Это чрезвычайно низкий показатель, когда у моих друзей уже блогеров, там у кого-то три у кого-то, там два года, там уже сто тысяч двести-триста. Ну, то есть, это говорит о том, что он сам соответственно низкоразвитый человек и поэтому и канал у него такой и там весь сброд такой же абсолютно равен его по интеллекту. Вот так вот, друзья мои, девятнадцать тысяч человек, которые на меня подписаны. Вы дегроды по интеллекту, а я дегрод по интеллекту, потому что за четыре, за пять лет моего канала у меня девятнадцать тысяч подписчиков. Ну, во-первых, это уровень интеллекта человека, он никак не связан с количеством подписчиков. Человек может быть профессором и на его канал никто не будет подписываться, потому что это будет скучно. Ютуб — это развлекательный контент, которому даже научную информацию нужно подавать весело и чтобы это было интересно смотреть. Иначе тебя никто не будет смотреть. Тот же пример Беркута. Достойнейший, адекватный человек, у которого не пошел Ютуб, там тысяча подписчиков у него было, хотя это величина, вокалист Тарии и все вот это, но не пошло. Значит, и Беркут Дегрод по логике Жерновкова. Неважно, сколько у человека подписчиков, у человека разный контент. От манеры подачи контента, от самого контента зависит, от многих факторов зависит количество подписчиков и самое главное зависит это от того, сколько ты денег вваливаешь в блогин в плане рекламы, потому что я ни у кого ни разу не брал рекламу еще. Если бы я покупал рекламу, постоянно вливал бы на это деньги, у меня бы тоже было бы сейчас подписчиков больше 100 тысяч, скорее всего, а может быть и больше. Но каким-то образом я все-таки упустил этот момент с рекламой своего канала у других блогеров, поэтому все, что я вложил в свой канал, это только в аппаратуру, в освещение, в камеры. Но уровень моего дегрогства это как раз оказывается, оказывается, друзья, то, что вы не знали, это то, насколько быстро у тебя подписчики растут на ютубе. Это уровень интеллекта, уровень адекватности человека, все зависит от этого. Если у тебя быстро подписчики набираются, ты нормальный, адекватный человек по логике Жирновкова. Если ты дегрот, то у тебя 19 тысяч подписчиков за 4-5 лет набирается. Ну, вот так вот это работает, оказывается. Ну, ты знаешь, ну, неужели он не понимает, во что он себя вгоняет? Те-то, кто его смотрит, наверняка они к нему относятся, у них, они либо в цирк не хотят ехать, либо денег жалко на цирк, и они вот за чашечкой кофе ржут, наверное, над этим кривлякой. А уже назад дороги у него нет, он уже в дерьме пошел, он уже не рукопожатный, я-то вообще его петухом называю. Это вообще... Вы видите лицо настоящих достойных людей. Насчет петухов и не рукопожатостей, давайте уж, раз мы Жирновкова откладывали ближе к концу, давайте я вам расскажу, почему это моральный урод и гнилой человек морально, потому что у Жирновкова есть два самых главных направления, по которым я определяю морального урода, вот в частности применительно к этой личности, к Жирновкову. Почему он моральный урод? Первое, когда происходит у меня, например, конфликт с кем-то, с человеком с каким-то, Жирновков, как третья сторона, вот, например, с Фомином у меня был конфликт, да, он не смотрит на факты, что человек сделал правильно, а что нет. Человек смотрит на то, с кем он дружит в этой ситуации, того он и защищает, и, соответственно, поливает дерьмом того человека, кто его оппонент, его друга, то есть я с его другом, с Фоминым, да, с его приятелем, у нас произошел конфликт, ролик об этом есть на канале, когда в этой ситуации человеку не важно, кто на самом деле прав, кто здесь справедливость, на чьей стороне, кто правильно поступил, если человек наступает на горло справедливости и начинает защищать заведомо, на совершенно 100% неправо человека, который поступил подло, просто потому, что он твой приятель. Этот человек моральный урод, потому что у морально адекватного человека, у человека с ценностями с какими-то внутри, тебе не важно, я об этом все время говорю в своих роликах, человеку такому, достойному, адекватному человеку, ему не важно, кто в этой ситуации его друг, ему важно, кто в этой ситуации сделал правильно, а кто неправильно. Соответственно, если твой друг сделал неправильно, ну только полное дно может начать верещать и защищать своего друга и поливать дерьмом оппонента твоего приятеля. Жерновков, вот он такой, понимаете? Случился конфликт у меня с Фоминым, как здесь выразился Жерновков, он меня размазал. То есть, я почему не стал ответку делать? Во-первых, у Жерновкова маленький канал, я не делаю ответки маленьким каналам, но я могу сделать ответку человеку, который там суперизвестный, но он не блогер, не ведет YouTube канал, у него там нет каких-то подписчиков, но он известный очень. Жерновков для меня кто? Жерновков для меня никто. Молодой парень, которого взяли в артерию петь и делать ответку со стороны какой-то звездности человека, даже при наличии малого количества подписчиков, мне совершенно неинтересно, потому что, ну, для меня Жерновков, он неизвестная личность, поэтому, собственно говоря, канал маленький, смысла нет запариваться. Еще самый главный момент, почему я не стал делать, так там я, может быть, и сделал даже, но я прочитал только название ролика и превьюху увидел, вот эту с петухом, я сразу понял, что это просто, ну, прогнивший насквозь человек, что отвечать такому это просто вот омерзение, то есть в этом плане Жерновков, он опередил Лаптева даже, небезвестного Андрея, сейчас я чуть позже об этом скажу, и вот это первый момент, да, морального уродства Жерновкова, второй момент, это угодничество, халуйство, жополизничество перед более известными музыкантами, то есть, опять же, как с своим другом, в первом варианте, вот я говорил про два направления Жерновкова, почему он моральный урод, в первом варианте он защищает своих друзей и приятелей, неважно, правая линия или нет, просто потому, что они приятели, а во втором, он поливает всех менее известных, ну, он будет всегда, просто я попался ему на пути первый такой, а так он будет поливать дерьмом всех людей, которые менее известны, когда у людей случается конфликт с более известным человеком, Жерновков всегда будет выступать на стороне более известного человека, опять же, неважно, прав он или какую дичь он сотворил, неважно, просто, чтобы заработать очки перед этим человеком, в будущем этот человек пришел к нему на канал, но это вот тактика блогера гитарной истории, который точно так же занимается жополизничеством, халуйством перед известными музыкантами и чернит всех, кто с этими музыкантами пытается какой-то правды добиться или, ну, в каком-то споре с известными музыкантами находятся, вот этих менее известных музыкантов, такие люди, как Жерновков и гитарные истории, они смешивают с грязью всегда, если те же гитарные истории, упоминая о них, сейчас скажу одно слово, если он с сыном Дубинина, когда они тоже поливали меня помойкой, про петуха тоже зашла речь, видно, что ведущий канала гитарные истории, когда петух, да, и так заскромничал, как бы опустил голову, вроде петух, и так затушевался сразу, видно было, что он еще, ну, не настолько прям гнилой, как господин Жерновков, Жерновков-то с петухом, он просто, ну, вы сами видели, он петуха вставляет везде, и вот это второй момент, почему он, как бы, превосходит Андрея Лаптева, потому что Андрей Лаптев, это человек максимально гнусный, да, максимально хитрый, пытается постоянно тоже всех обжулить, но это в половине случаев, только, в других половине случаев, это просто человек, ну, с какой-то, с отклонением в психике реальной, то есть медицинской, то есть это не просто слова голословные, а просто вот все поступки, посмотрите мои 4 серии про Лаптева, как он себя ведет там в каких-то ситуациях, с пруфами, доказательно, все, в половине ситуации, когда человек, ну, реально, ну, сумасшедшенкой в голове, в этом его главное отличие, почему Жерновков выделяется и вырывается в лидеры главных говнюков всех, вот которых, с кем у меня были какие-то терки, вот Жерновков-то главный, потому что у него отклонений никаких нет, он абсолютно четко понимает, что он делает гадости и гнусности за то, чтобы получить себе выгоду перед какими-то своими приятелями или перед более известными музыкантами, и поэтому вот он ведет себя так, это не отклонение в психе, он совершенно точно знает, что в этой ситуации, то есть вот есть факты, да, со мной поступили плохо, он все равно будет поливать меня грязью, просто потому что он вот так вот, он вот так вот расчетливо поступает, и в его этом ролике, в котором он меня там хвалится, якобы размазал, говорит, я не стал его смотреть просто, потому что, ну это омерзительно, просто по одному названию и превьюхи уже сразу понятно, что это за человек, тут даже нет никакого скатывания в какой-то спор, выяснение отношений, там, ты мне факт, я тебе факт, да, как у меня с Сопрыкиным была перепалка, с Фоминым, с тем же, да, когда там он какие-то посты выкладывал про меня, это все это разбирал, у Жерновковой ролик это просто абсолютно набитая доверху бочка дерьма, в которой человек максимально показал, что он не особо умный человек, потому что доводы, которые он приводил, чтобы меня опустить, они, даже то, что мне скидывали про него, люди сами были в шоке, потому что, ну, например, скатывалось до, ровно до такого, то есть, прикапывание, опускание меня какими-то странными вещами, просто человек слушает мое аудиосообщение, вот, например, мне скидывали, типа, Жерновков там не в адеквате, про тебя такой бред, даже стыдно смотреть, там, такие глупости, говорит, и мне скидывают, например, факт какой-то, я один раз попросил, типа, ну, чтобы убедиться самому, там, скиньте тайминг, где это, чтобы я сразу воткнул, проверил и вышел, чтобы не смотреть этот его понос весь, и доходило до такого, что человек просто смотрит мое сообщение, голосовуху мою слушает, сидит на, в своем ролике, который ему кто-то скинул, в который я просто говорю спокойным голосом, человек сидит с такой улыбкой, смотрите, чуть не плачет, то есть, вот настолько, как бы, в его ролике доказательная, какая-то шиза идет, чтобы меня опустить, просто вот, ну, это настолько показательно, плюсом этот петух в названии, и вот это все, это даже не стоит того, чтобы его разбирать, потому что там разбирать, размазал он меня, это, если мне приходилось списать сценарий для, там, с, того же Виляйкина, или Сопрыкина, чтобы там четко все изложить, то тут, брем, даже к этому говну, которое в голове у Жерновкова, в ролике, который он про меня выложил, оно даже как-то, типа, серьезно, это, это надо комментировать, то есть, вот такие моменты, человек сидит, не просто рассказывает, там, мне скинули сообщение, он там плакался, этот сокол, там, чуть не плачет, и, типа, ему могут на слово поверить, а он включает это сообщение, где у меня голос, совершенно обычный, нормальный, спокойный голос, он говорит, голос, он чуть не плачет, то есть, тут же показывает пруф, и говорит полярное мнение этому пруфу, который он из себя представляет, но он меня размазал, оказывается, так вот, про петуха, и про вот это вот нерукопожатого, что у Фомина, что у Жерновкова, у них вот какая-то, в голове тюремная, быдлянская, какая-то вот эта вот, манера общения, мышления, вот это есть, потому что, если кто смотрел ролик про Фомина, он и говорил точно так же, вот это все, как братка из 90-х, в своих голосовух, которые я в ролике, в своем показал, в переписке, то же самое и здесь, вот эти вот тюремные, какие-то вот, да, зоновские, зоновские, вот этот тюремный бред, ауе, как обидеть сокола, чтобы пообидеть, но он петух, а петух это кто, понятно, что это там, да, в задницу долбят кого-то, там опущенный, да, на зоне, вот это петух, он говорит, нет-нет, ребята, я не имел ввиду этого, и тут же говорит, во всех остальных роликах, нерукопожатый, а нерукопожатый кто, это тот же самый опущенный человек на зоне, то есть, которому ты, если поздоровался за руку с кем-то, то ты стал таким же опущенным сразу, сам себе что-то придумал, про какое-то нерукопожатие, и потом вот эту вот тюремную, нам ауешную, какую-то зоновскую вот романтику, он пытается мерзость вот эту, в своих роликах про людей рассказывать, ну, про меня в частности, нерукопожатый, я сам не люблю ЛГБТшников, и у меня канал банили за счет этого, наверное, он посчитал, что это мне максимально будет обидно, ну, если он назовет меня, да, вот этим гомосяком каким-то, наверное, он так считал, встречаясь с какими-то людьми, он всегда, он же нерукопожатый, понимаете, кто такой Жерновков, вот это видео, надеюсь, Жерновков никогда не удалит его с Ютуба, потому что Жерновков здесь расписался просто в своей тупости, и это прекрасно просто, друзья мои, поэтому пусть оно висит всем, как напоминание, и визитная карточка Жерновкова. Все, Жерновков закончили. Персонаж, извини, я тебя перебил, продолжай, пожалуйста. Ну вот, я хочу обратиться даже, ну, к его сообществу, даже те, кто на него подписан, смотрите, вот он сейчас пишет какой-то свой проект, да, одну песню с моим участием он выложил, кстати, он там ноет-ноет, но эту песню он хочет, как бы, зарядить кромфандинг проект, чтобы собрать денег, вот, оказывается, оказывается, я еще и наживусь на Булгакове, то есть песня, в которой пел сам Булгаков, она соберет тех денег, которые мы никогда бы не собрали, но мы собирали на первую песню, вот на эту, подводит к такому мнению, что участие его вокала в этой песне, оно нам соберет какие-то сумасшедшие бабки в кромфандинге, мы собирали успешный кромфандинг на эту песню, мы собрали на планете Ру, нормальную сумму собрали на это, и там не было указано, кто будет петь, это просто люди в неизвестность фигачили, не за чье-то имя, то это мы собирали успешно на клип, там тоже не было никаких приглашенных звезд, но Булгаков говорит, ну вот, ноет-то ноет про песню, а обогатиться-то сейчас и знатно на ней, то есть я в ролике в своем, в переписке Булгакову говорил, что просто, ну как бы часть своих планов раскрыл, что у нас вот это, на эту песню, вот эта песня, которая сейчас выйдет, она нам потом будет неким таким, как бы презентацией того, что у нас в металл-опере будет, чтобы наши поклонники понимали, что это такое, и соответственно с этой песней удобнее открывать кромфандинг, потому что это уже можно что-то потрогать, то, чем будет являться наш новый альбом, то есть до этого мы собирали, все сборы наши были успешны, ну кроме одного, там когда мы слишком большую сумму зарядили, не собрали, там что-то 700 тысяч мы собирали, не собрали, там половину только собрали, но потом поняли, что мы не настолько популярны, конечно, и стали в половину урезать, и стали наши сборы на планете успешно проходить. Я это упомянул, что типа в переписке с Алексеем, что вот эта песня, она нужна, чтобы ну просто к новому кромфандингу приложить, он сейчас это вспомнил, и почему-то приписал это к себе, типа вот на этой песне-то они сейчас еще и денег соберут. Что собрать денег там, ну не знаю, на что, на проект или там, на свой музыкальный проект, или на Доширак с Ролтоном, хрен его знает. На Доширак с Ролтоном, конечно, Алексей, мы будем собирать на планете, на носки еще забыл сказать. Вот, блин, понимаешь, но то, что он выложил, там звук ужаснейший, так я вот обращаюсь к его сауну. Все, все, а ну давайте досмотрим. Дайте ему денег на то, чтобы он нанял хорошего продюсера. Например, в Москве я знаю очень много ребят, которые научились делать звук, то есть саунд продюсера, который сделает ему качественный звук. Николай Вингржанович, большой тебе привет, Алексея Булгакова. Оказывается, звук, который ты нам насводил, говно. А Николай, он сводил кучу известных музыкантов, в том числе и «Эпидемию» последний альбом. Ну, человек, который в звуке что-то понимает. Нам очень понравилось, как он нам свел, мы довольны очень звуком. Но Алексей Булгаков больше понимает в звуке. Ну, вот так вот, Николай, понимаете, говно вы нас водили нам, к сожалению. Сколько длится это объяснение Булгакова, в котором он все уже исполоскал, не относящийся к делу, сейчас до сведения трека дошел. Первое. Второе. Скиньтесь ему на вокал. Ну, человек же, как позиционирует, что он там якобы какой-то там даже певец, да, скиньте ему денег на хорошего преподавателя, чтобы он подтянул свой вокал. То есть, у него низ такой, знаешь, вот как будто вот сейчас батарейка вот закончится, все, и его так, то есть, такое ощущение, когда он поет. Вот. Это, кстати, очень заметно даже для тех, кто не в теме, скажем так. и визжащий вверх его такой, как у Евнуха, блин. Хороший преподаватель, он все это дело как бы систематизирует, он подтянет, он сделает вот это вот удобно варимое, сделает переход между вот этим низом и верхом там, то есть, как бы, такую, придаст стабильность и профессиональность, из-за этого будет голос. Быть может, я не такой крутой вокалист, как ты, Алексей. Признаю это. Ты классный вокалист и поешь лучше меня. Только как это относится к нашему делу и к твоим оправданиям за твой поступок? Все прошелся уже. По моей внешности, по моему голосу, по сведению трека, по моим гастрономическим пристрастиям, по моим влажным фантазиям, по моим снам, по всему прошелся, Алексей. Ну что, осталось только про петуха, нет, про гребень, про петуха, он уже говорил, все, понятно. Продолжаем. Ну я так понимаю, ему нахрен это не надо, блин. Чувак идет легким путем просто, блин. Вот еще такой момент. Даже если проект не получится, не получится как певец, ну дайте ему денег тогда на эстрадно-цирковое училище, блин. Пусть он там отучится, чтобы профессионально, так сказать. Скиньте денег на клоунский нос, потому что сейчас он кривляется на камеру непрофессионально. Алексей, знаток во всех областях нашей жизни, деятельности и совершенно точно знает, что как нужно профессионально вести свой блогинг, чтобы кривляться на камеру так, чтобы это было профессионально и качественно. Сейчас я это делаю плохо. Своими навыками, если ему так нравится распускать перья на камеру, обезьяничать, хотя бы это будете видеть... Обезьяничать на камеру. Ну, выглядеть убедительно и профессионально, но еще, конечно, не мешало бы ему как бы интеллектуально позаниматься там. А, про интеллект мой, про речь мою про интеллект я забыл совсем. Вот снова нам Алексей напоминает, чтобы никто не забыл, что сокол — говно со всех сторон. Русским языком, литературой там, то есть книжек побольше почитать как бы, чтобы у него грамотная и поставленная речь была, чтобы он был не смешон. Блин, как он дышит затравленно. Посмотрите, какое тяжелое дыхание. Прям видно, что у него бушует внутри прям ярость какая-то. Посмотрите на это лицо добрейшего человека, который желает мне каких-то творческих улучшений во всех моих сферах деятельности. Человек задыхается и вот с таким добрым лицом рассказывает что-то. А чтобы он был убедителен, блин. Вот. И теперь самый животрепещущий вопрос, да, это по поводу третьей песни. Так вот, сокол, я обращаюсь к тебе. О, наконец-то, обращение ко мне пришло. Пополивали меня помойкой, теперь, наконец-то, личное обращение ко мне. Самое главное, слушай. Что тебе надо сделать? Тебе надо убрать из твоего эфира твой говнострим. Смотрите, как дышит. Сейчас, мне кажется, нужно вызвать санитаров, чтобы пульс мерили. Что-то прям я переживаю за Алексея. Посмотрите. Удалить ролик, стрим свой. Ну, почему он стримом? Ну, ладно, хрен с ним стримом. За здоровье Алексея переживать начинаю сейчас. По поводу меня, где ты покрыл меня ложью и обосрал. Понимаешь, тебе надо из... ложу и обосрал? В чем конкретно? Я просто немножко потерялся в этих 20 минутах перечисления моих недостатков, которые к вопросу не относятся. Я просто потерялся немножко, где я соврал и что-то приврал. Извиниться на камеру, сказать что-то... Извиниться на камеру мне? Мне уже надо извиниться. Ты был неправ, что ты неправильно поступил, что это все ложь, разместить где-то у себя. Пусть это полежит дней 10. Потом я с тобой свяжусь. Ты оплатишь студию за третью песню, как мы договаривались. И я готов рассмотреть вариант нашего сотрудничества в дальнейшем. Вот. Вот, собственно, все, что так сказать... Ну, я хотел сказать, потому что закатывать там на час там, как делает это он, я просто не хочу. Я музыкант. Мое предназначение сочинять песни и выкладывать... То есть для меня интернет этот показывать свое... свою работу творческую. Вот. То, что я могу сделать. Сейчас, оказывается, я кусок говна, который наврал про Алексея и облил его дерьмом. Объясните мне, пожалуйста. Я, может, что-то не понимаю, но просто... Алексей говорит, что смотрел пять минут моего видео. Он говорит, что смотрел пять минут моего часового видео. Тут же он утверждает, что я врал и обливал его дерьмом. Помимо простого вопроса, как переписка от и до выложенная может быть враньем, мне непонятно. Да? Это первый вопрос. И второй вопрос, как можно утверждать, что человек врал и говном тебя поливал, когда ты посмотрел пять минут видео. Всего лишь. У меня не коннектится, я не знаю, но я... Мне же интеллект надо подтянуть. Алексей, я, прости, я не могу до твоего уровня дотянуться, не могу глубину мысли понять. Объясните в комментариях, пожалуйста, мне, я что-то не врубаюсь. А вы должны судить, то есть, нравится вам это или нет, но вы должны все это судить в рамках музыки. То есть, вот я не хочу участвовать вот в этой грязи, которую мне навязывает этот чувак. Навязывает этот чувак? То есть, ты поступаешь подло, ты не исполняешь договоренности, ты кидаешь человека, ты банишь человека, не желая с ним общаться и не говоря человеку, что ты сделаешь в будущем когда-то, просто говоришь, я не сделаю и до свидания. И сейчас, говорит, я не хочу в эту грязь влезать, которую человек меня втягивает. Все-таки, мне кажется, Алексей хотел, чтобы я просто дальше пошел по жизни, припеваючи, скача по лужам, после того, как он меня кинул на деньги. Все песни, которые он нам спел, они сгорают. Первую песню мы его, естественно, будем переписывать. Соответственно, никаких извинений от меня, соответственно, не может быть и просто мне в голову даже не может прийти. То есть, извиняться за то, в чем я не виноват, я могу сказать, что мужчина достойный, мужчина, уверенный в себе человек, он всегда извинится и это не будет выглядеть его слабостью. Посмотрите, как трясет Алексея вдышит, как будто бежал. Настоящий мужчина, который уверен в себе, он извинится и это наоборот будет его силой. Например, как был случай с Булгаковым, ой, с Булгаковым, с Бугаемым, гитаристом группы Grand Courage. Я не очень хорошо с ним поступил, то есть, я делая реакцию на его ролик с Арией, где он берет интервью и Арией, я там начинал говорить и, ну, я делаю эту реакцию, немножко взорвался и там, типа, а, неинтересные вопросы Михаил какие-то подготовил, напишите по мне, я научу тебя, как нормально вопросы в интервью подбирать. И, конечно, Михаилу, как вторая его работа, это журналиста, ему было это очень неприятно. При всем, при том, он еще мне до этого откликнулся на мою просьбу, поучаствовал в съемке моего видео, да, то есть, приехал, потратил время, а потом я взорвался, я не идеальный человек, у меня бывают тоже, хоть и изредка, но у меня бывают путаю берега какие-то, но, как только это происходит и мне Михаил написал, вот там, типа, ты так со мной поступил, я тебе помог, и у меня сразу, как душ холодной воды, я сразу понял, что я поступил некрасиво, хотя, ну, особой жести я такой не говорил, да, которая, ну, это не поливание дерьмом, ну, неинтересные вопросы Михаил подготовил, напиши мне там, да, но это все равно неприятно, особенно после того, как человек мне помог, да, с моим роликом, это было неприятно, и, конечно же, у меня внутри просто взорвался взрыв сразу, я пошел, удалил этот ролик, я написал Михаилу, я извинился перед ним, и могу сейчас на камеру еще извиниться, еще в стотысячный раз, Михаил, мне очень неприятно и неправильно я поступил тогда, я не должен был так говорить, конечно же, я перед тобой еще раз извиняюсь, хотя я делал уже таблички и не раз, и уже проходило там несколько месяцев после моих там извинений, и я снова приходил к Михаилу, извинялся, потому что внутри у меня горело, я поступил неправильно, и это меня жгло изнутри, Михаил уже мне там в личных сообщениях макал рукой, да все нормально, Серега, я уже забыл, я все равно еще раз извиняться приходил, потому что в этом нет ничего такого, это не показ слабости твоей, это наоборот показ силы, Булгаков видимо не имеет такого внутреннего стержня, чтобы ответить за свои поступки плохие, он выбирает вот такой вот путь, путь канализационной трубы, которую ему показал Жерновков, ну мы с вами посмотрели ролик, Булгаков говорит, что он не будет больше делать ролики, ну я как бы и этот ролик непонятно для чего человек вообще начал делать, потому что поймите, друзья мои, когда человек сидит и думает, что же сделать такое, но он хотя бы должен был что-то подготовить нормально, что что мы сегодня видели, это какой-то просто сюр непонятный, какие-то носки, дошираки, какие-то влажные мои фантазии, вместо того, чтобы по делу говорить, Алексей откровенно врет, у меня есть доказательства, переписка, Алексей врет, говорит, не знаю, когда сделаю, он этого не говорил, то есть об этом ролике он это утверждает, потом он обвиняет меня в какой-то лжи, хотя не смотрел мой ролик, в общем это все дело ужасное, странно, естественно, самое главное, это для меня справедливость, если я в чем-то виноват, я естественно извинюсь всегда, здесь, я на 100% прав, Алексей здесь извиниться должен, и я уже не знаю, потому что, даже если он извинится сейчас, и скажет, я допишу третью песню, у нас же еще нужно писать, там через пару лет выйдет продолжение, то есть у нас метал-опера выйдет из двух альбомов, то есть у нас вот сейчас, в этом году, ну, я надеюсь, что выйдет эта метал-опера, и там годика через два еще второй альбом, продолжение этой истории, заканчивающая всю эту большую эпическую историю, будет, если он сейчас, типа, вот эту ситуацию, типа, ну хорошо, ладно, извиниться передо мной, Алексей, я естественно не буду извиняться, они в чем не виноваты, если Алексей все-таки одумается, извиниться, то мне уже не хватит просто извинений в личке, мне нужно будет публичные извинения на камеру, потому что до этого вот видео мне хватило бы извинений в личке, просто, чтобы он написал мне, что там, типа, «Сокол, извини, был неправ, там такие-то проблемы навалились, я общался неподобающе с тобой, неуважительно, и все вот это, поизвини, давай доделаю песню». Этого бы мне хватило сейчас, после вот такого поливания меня дерьмом, а это откровенное поливание дерьмом, я согласен на то, чтобы Алексей дописал песню, плюс еще, что он дает свое клятвенное согласие, чтобы дописать еще там пару песен, когда выйдет второй альбом по этой металл-опере, потому что, опять же, не может одну и ту же роль петь в одном произведении два разных человека, потому что, да, это будут разные альбомы, но это будет одна история, которая просто продолжится потом. Если он скажет, давайте я сейчас допою третью песню, так и быть, выполню договор, а там этот альбом я уже не буду петь, то, опять же, нам эти три песни его будут никуда, поэтому выход такой, чтобы с этой ситуации выйти, ну, по крайней мере, не совсем измазанным в нечистотах, Алексею нужно извиниться публично на камеру, это раз, два, либо вернуть деньги, 18 тысяч рублей, которые я потратил на него, либо дописать третью песню и клятвенно пообещать, что он запишет и в продолжении металл-оперы свою роль допишет. Вот такой ролик длинный, затянутый, я не знаю, что происходит с этими старичками, со всеми, с ветеранами рок-сцены и не со старичками, например, с такими моральными уродами, как Жерновков, которые совершенно, ну, люди глупые, люди быдловатые, которых стыдно смотреть. Что-то происходит с нашим поколением и с тем поколением странное, вообще, в нашем мире, хотя вроде гаджеты появляются, вроде должны все умнеть люди, информации много, а у нас почему-то такое впечатление, что люди глупеют по сравнению с тем же Советским Союзом. Тогда более интеллектуальных, умных людей было гораздо больше, чем сейчас. Не знаю, что происходит, с чем это связано, но тоже. В общем, пишите в комментариях все, что думаете. С вами был Сокол Истин Маг, да пребудет с вами сила. До свидания. А вот вам наглядное доказательство того, как у Булгакова изначально просыпалась совесть, а потом под влиянием морального урода Жерновкова он решил тоже пойти по его вот этому смрадному, гадкому, гнилому пути. Вот моя переписка с Алексеем Булгаком. Концовка уже. Мы просто проверяем еще раз. Я вам показываю, что Алексей Булгаков, это его страница, вот его ID сверху. Вот, пожалуйста, это все видно. И теперь мы переходим на мою страницу, где я опубликовал пост, который значился в следующем. Он говорил, сразу же смотрим мой ID, он называется вот так вот, vk.com, наклонная черта, соарт. Это моя официальная страница. Я опубликовал пост о том, что тролли, мои тролли мне скидывали забавную переписку, в которой они создали мой фейк аккаунт и написали от него Булгакову и Булгаков им ответил нечто следующее. Приветствую, высылай третью песню, доделаю, был неправ, если не поздно, конечно. То есть человек, как бы прямых извинений не было, но он признал, что был неправ. И я посчитал это очередным фейком, но потом мне несколько людей написало, что это на самом деле, на самом деле все правда. И я, когда делал этот ролик, я решил попросить у своих знакомых, которые, знаю, общаются с этими троллями и попросил у них скинуть именно не скрин, шот, да, который мне скидывали, вот, человек мне скидывал под ником крыса. Сокол, привет, я приветствую, сратая группа, сразу не бань, дочитай до конца. Я, естественно, сразу забанил, но, как казалось, это был не фейк. Хотели приколоться, сделали фейк с твоим именем и аватаркой и написали Булгакова, но шутка немного вышла из-под контроля и мы получили от Алексея вот такой вот ответ. Что делать с этим, думай сам. Если он не разбанил, можем попросить разбанить. Я, естественно, никуда писать Алексею не стал, потому что мне нужны личные извинения, а не вот такие вот через третьих лиц непонятно что. И, собственно говоря, извинений-то не было. Просто сказать сквозь сжатые зубы там был неправ и все. И тихонечко это как бы спустить на Тарамзан. Ты хотя бы мне это лично скажи в личке извини. Я попросил человека, которого знаю, что он там якшается с этими троллями, я попросил скинуть мне переписку, в которых можно было бы проверить, это на самом деле Булгаков писал или нет. Просто мне было интересно. И вот что получилось. Хрен пришлез, хоть бы, ну, так я, видимо, всех их перебанил, они мне долго это не могли прислать. В общем, через каких-то третьих лиц там прислалось это дело. И вот это сообщение, которое от меня якобы писалось. Сразу же проверяем смотрим, что это писал не я, это просто мой фейк. Тыкаем на мой ник и смотрим. И мы видим, что это та же самая фотка, Сергей Сокол, но здесь мы видим ID совершенно другой. Совершенно другой ID. Возвращаясь в нашу переписку, и мы видим вот этот ответ. Приветствую, высылай, третью песню доделаю, был неправ. Если, конечно, не поздно. То есть человек осознает свою вину и готов все доделать. Нажимаем на Алексея и мы видим, что это та же самая страница Алексея. Финит а-ля комедия, как говорится, друзья. Потому что в этом видео после обработки своего сознания Жерновковым Булгаков уже говорил, что Сокол весь такой нехороший и чтобы Сокол извинялся. И только тогда он подумает дней через 10 там мое извинение публичное, на видео записанное он попросил. Вот посмотрите, насколько человек не по-мужски себя ведет. Сейчас Булгаков ну Жерновковым там понятно, а человек моральный урод. От него уже ждать с таким поведением все понятно. Ролик, который он типа меня размазал, это прям там даже добавлять ничего не надо и ответки снимать. Это просто наглядное пособие, как человек сам себя опустил и пусть этот ролик висит и никогда не удалится. Потому что это вот наглядное, самобичевание у Жерновкова там ничего комментировать даже не надо. Просто это прекрасно. Но Булгакова был момент поступить правильно и он сознался и хотел правильно все сделать. Единственное, что после общения с троллями он почему-то меня не разбанил и не знаю, может быть боялся что-то. Я не знаю, что я... Я не знаю. Если он отвечал, думая, что это я, создал вот эту новую свою страничку и пишу ему, то как бы, ну, смысл, если ты мне уже отвечаешь тогда, то разбаним мою старую страничку. Вот теперь вы понимаете, что это за человек. Репутация у человека рухнула еще дальше. Казалось бы, куда после моего видео с перепиской? Что можно? Как они написали в сообществе Легиона сделал пост, Булгаков? Потому что Алексей Булгаков останавливает правду в этом видео и никакой правды нет, поливания меня там помойкой и, собственно говоря, и вот сейчас, после вот этого видео, моих доказательств о том, что вот эта переписка случилась и Булгаков сначала осознал, осознал свое вино, а потом мнение поменял, это еще ниже опускает от Булгакова прям какие-то пучины дна. Ну, пусть гребут вместе с Жерновковым в одной лодке по этой реке из говна. Я могу только посочувствовать Алексею, потому что прекрасный вокалист и, к сожалению, человек оказался не такой прекрасный. Продолжение следует...